День десятый Искадиса. Только тут вспомнил я несколько выражений, случайно вырвавшихся у наместника провинции Дона Энрике де Са, и понял, что он тоже что-то знает о таинственном существовании гомелесов и даже в какой-то мере причастен к самой тайне. Он лично рекомендовал мне обоих слуг, Лопеса и Москито, и не по его ли приказу они покинули меня у входа в злосчастную долину Лос-Эрмана. Мои родственницы не раз давали мне понять, что меня хотят подвергнуть испытанию. Я подумал, что в Вентеке Маде мне дали снотворного питья, а затем сонного перенесли под виселицу. Пачеко мог окривить совсем по другой причине, а его любовные отношения и страшное происшествие с двумя висельниками могли быть басней. Отшельник, желавший посредством исповеди вырвать у меня тайну, стал мне казаться орудием гомелесов, чья цель была испытывать мою стойкость. В конце концов, туман, окутывавший мои приключения, стал рассеиваться, и я уже начал мыслить о них, не предполагая обязательного участия сверхъестественных сил, как вдруг услыхал звуки веселой музыки, доносящейся откуда-то из окружающих гор. Звуки все приближались, и, наконец, я увидел толку цыган, шагающих в такт и поющих под аккомпанемент бубнов и медных тарелок. Они остановились табором под самой террасой, так что я мог вдоволь надевиться своеобразному взяществу их одежды и всего табора в целом. Я подумал было, не те ли это воры-цыгане, под чью защиту укрылся трактирщик Вентакимаду, как рассказывал мне отшельник, но они показались мне слишком нащеными для мошенников. Пока я их рассматривал, они разбивали шатры, вешали котелки над огнем, люльки с младенцами на сучьих ближайших деревьев, а, покончив со всеми этими приготовлениями, отдали с радостью кочевой жизни, среди которых на первое место они ставят праздность. Шатер вожака отличался от других не только воткнутые у входа большой булавой с серебряной шишкой, но и более нарядной отделкой и богатой бахромой, какой у обыкновенных цыган не бывает. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, как из этого шатра выходят обе мои родственницы в том прелестном наряде, который в Испании называют на цыганский манеж. Они подошли к самому основанию террасы, но, казалось, совершенно не замечали меня. Подозвав подруг, они стали танцевать поло под знакомую мелодию. Когда Пако ведет меня за руку танцевать, тело мое становится мягким, как марципан. Прекрасная Эмина и очаровательная Зибельда покорили меня в мавританских одеждах, а теперь в этом новом наряде показались мне еще восхитительнее. Я заметил только, что на этот раз у стаях искривляет коварная, насмешливая улыбка, хоть и естественная у цыганских гадалок, однако говорящая о том, что девушки готовят мне новые козни под этим новым неожиданным обличьем. Замок Каббалиста был заперт со всех сторон. Хозяин держал ключи при себе, так что я не мог спуститься вниз к цыганкам. Но, пройдя под земельем, выходившим к руслу потока и кончавшимся железной решеткой, я мог видеть их на близком расстоянии и даже с ними разговаривать, оставаясь незамеченным обитателем замка. Я воспользовался этим тайным проходом, и вскоре только поток отделял меня от плесуней. Но это были совсем не мои родственницы. Они показались мне даже несколько бульгарными, что вполне соответствовало их положению. Устыдившись своей ошибки, я медленно вернулся на террасу. Опять поглядел и опять совершенно отчетливо узнал своих родственниц. И они тоже как будто узнали меня, расхохотались и убежали в шатры. Я возмутился, Господи, подумал я, может ли быть, чтобы два таких милых, прелестных создания были злыми духами, которые привыкли издеваться над смертными, принимая всевозможные обличья, либо колдуньями, или, что еще страшнее, вампирами, получившими от неба позволение оживить отвратительные трупы весельников из долины Лос-Армана. До сих пор я полагал, что сумею объяснить себе эти явления обычным способом, но теперь уже сам не знал, чему верить. Поглощенный такого рода размышлениями, я вернулся в библиотеку, где нашел на столе большую книгу, написанную готическим шрифтом под заглавием «Любопытное повествование Хантелиуса». Книга была раскрыта из страницы, как нарочно загнута в начале главы, содержащей ниже следующее «История Тибальда де Лежакьера». Жак принял эту фамилию после того, как бросил торговлю и был избран первым советником. Должность, предоставляемая леонцам, только людям зажиточным и с безупречной репутацией. Именно таким и был почтенный советник де Лежакьер, покровитель бедных, благодетель монахов и священников, которые суть истинные бедняки перед Господом. Но совсем не похож на отца был единственный сын советника, прапорщик королевской гвардии господин Тибальд де Лежакьер, шалопай, забияка, гроза девушек, игрок, враг оконных стекол и фонарей, кутила и богохульник. Часто случалось им ночью останавливать мирных горожан, чтобы обменять у них свой старый плащ, либо поношенную шляпу на новые. Вскоре слухами о подвигах господина Тибальда наполнились Париж, Блуа, Фонтенбло и другие королевские резиденции. В конце концов, дошли они и до нашего светлейшего государя светлой памяти Франциска I. Разгневанный проделками дерзкого вояки, он отослал его в наказание к отцу, почтенному советнику де Лежакьеру, жившему тогда возле площади Белькур на углу улицы Сен-Рамон. В отцовском доме молодой Тибальда встретили с такой радостью, словно он вернулся из Рима, наделенный всеми видами отпущения от святейшего отца. По случаю его приезда заклали не только тучного тельца, но советник де Лежакьер устроил целый пир, потратив на это больше золотых, чем было пирующих за столом. Дело не ограничилось и этим, провозглашались тосты за здоровье единственного сына, и каждый желал ему побольше рассудительности и богоразумия. Но эти благие пожелания пришлись ему не по вкусу. Беспутный юноша взял со стола золотой кубок и, наполнив его вином, воскликнул «Тысяча проклятий самому дьяволу!» «Осушая этот кубок, клянусь отдать ему свою кровь и душу, если когда-нибудь изменюсь». При этих страшных словах у пирующих волосы встали дыбом, некоторые перекрестились, иные поднялись из-за стола. А господин Тибаль тоже встал и вышел прогуляться на площадь Белькур, где встретил двух давнишних своих приятелей, таких же бездельников, как он сам. Он заключил их в объятия, привел к себе в дом, приказал принести для них несколько бутылок вина, не обращая внимания ни на отца, ни на остальных гостей. Так повел себя Тибальд в первый день после своего возвращения. На другой он повторил то же самое и в дальнейшем продолжал вести такой же образ жизни. Бедный отец, терзаемый горем, решил обратиться к своему патрону святому Иакову и поставить у его алтаря восковую свечу стоимостью в 10 ливров, украшенную двумя золотыми кольцами по пять марок каждая. Но, укрепляя свечу на алтаре, он уронил ее и опрокинул серебряный светильник, горевший перед святым образом. Советник велел отлить свою свечу по другому поводу, но, считая самым важным возвращение сына на путь истинный, с радостью совершил эту жертву. Однако, увидев свечу на земле и светильник опрокинутым, усмотрел в этом дурное предзнаменование и печально вернулся домой. В тот же день Чебальт устроил пир для своих друзей. После того, как было опорожнено множество бутылок и уже давно настала ночь, они втроем вышли на площадь Бельков. Там они взяли друг друга за руки и стали, задрав голову, расхаживать взад и вперед по площади, как обычно делают распутники, желающие привлечь к себе внимание девушек. На этот раз, однако, им не повезло. Вокруг ни одной женщины. И ночь была такая темная, что в окнах тоже нельзя было увидеть ни одной. Когда им надоело одиночество, молодой Чебальт грубым голосом и по своему обыкновению чертыхаясь воскликнул «Тысяча проклятий самому дьяволу, которому я готов прозакладывать свою кровь и душу, если он не пришлет мне сейчас же свою дочь. Я бы с ней переспал, до того от вина кровь и разыгралась». Эта речь не понравилась приятелям Дебальда, которые еще не были такими закоренелыми грешниками, и один из них промолвил «Подумай, друг, ведь Сатана — вечный враг человека, и нет нужды просить его и называть по имени, чтобы он человеку навредил». На что Дебальд возразил «Как я сказал, так и сделаю». В это мгновение трое бездельников увидели, что из-за угла вышла закутанная в покрывало женщина, статная и, по-видимому, совсем молодая. За ней бежал оробчонок, но вдруг споткнулся, упал ничком на землю и разбил фонарь, который нес в руке. Молодая незнакомка испугалась и стала озираться по сторонам, словно не зная, как ей быть. Господин Дебальд сейчас же подошел к женщине и весьма учтиво предложил ей руку, чтобы проводить до дому. Бедная девушка после минутного размышления согласилась. Господин Дебальд, вернувшись к приятелям, промолвил в полголоса, «Видите, тот, кого я вызывал, недолго заставил себя ждать до свидания, покойной вам ночи». Друзья поняли, что он хотел сказать и простились с ним, смеясь и пожелав ему приятно провести время. Дебальд взял незнакомку под руку, а рабчонок тотчас же с погасшим фонарем пошел вперед. Сперва казалась молодая женщина от мущения близка к обмороку, но скоро она пришла в себя и смелее оперлась на руку спутника. Несколько раз она споткнулась, при этом она сжимала его руку, чтобы не упасть. Со своей стороны Дебальд, желая поддержать незнакомку, прижимал ее руку к сердцу, всякий раз, однако, с величайшей осторожностью, чтобы не вспугнуть дичи. Они шли вместе так долго, что в конце концов Дебальд подумал, уж не заблудились ли они среди улиц Леона. Но он не стал жалеть об этом, полагая, что теперь красавица не будет так дорожиться. Тем не менее, чтобы заранее знать, с кем он имеет дело, он предложил ей присесть отдохнуть на каменной скамье у дверей какого-то дома. Незнакомка согласилась, и они сели рядышком. Дебальд, не теряя времени, неучтиво взял ее за руку и с непривычным для него остроумием промолвил «Прекрасная, блуждающая звезда». «Раз моя звезда судила мне нынче ночью встретить тебя, будь так добра, скажи мне, кто ты и где живешь». Молодая женщина, после некоторого колебания, набравшись смелости, начала так. История прелестной девушки из замка Сомбр-Рош. Меня зовут Орландина. По крайней мере, так называли меня несколько человек, живших вместе со мной в замке Сомбр-Рош в Пиренеях. Я не видел ни одного человеческого существа, кроме моей двоеньги, которая была глухая, служанки, которая так сильно заикалась, что ее можно было считать немой, до старого слепого Привратника. У Привратника было немного дела, так как он только раз в год отворял ворота, и то только одному господину, приезжавшему к нам, чтобы взять меня за подбородок и поговорить с моей двоеньей на бескайском наречии, которого я совсем не понимаю. К счастью, я уже умела говорить, когда меня заперли в замке Сомбр-Рош, иначе никогда не научилась бы в обществе двух моих подруг по заточению. Что касается слепого Привратника, я видела его только когда он подавал нам обед через единственное, да и то зарешеченное окно. Правда, моя глухая двоенья иногда кричала мне в уши какие-то моральные наставления, но я понимала их не больше, чем если бы была сама такой же глухой, как она, когда она, например, толковала мне о супружеских обязанностях, ни разу не объяснив, что такое супружество. Не раз говорила она мне и о других вещах, но никогда не давала никаких объяснений. Часто также Зарика Служанка пыталась рассказать мне какую-нибудь историю, по ее уверению очень забавную, но запнувшись на первой же фразе, останавливалась и уходила, лепеча извинения, которые давали с ней с таким же трудом, как сама история. Я тебе уже сказала, что у нас было только одно окно, во всяком случае, только оно выходило на большой двор замка. Остальные открывались на другой двор, где росло несколько деревьев, изображавших сад, и откуда выход был только в мою комнату. Там у меня были посажены кое-какие цветы, и уход за ними был единственным моим удовольствием. Нет, была еще одна столь же невинная забава. Большое зеркало, в которое я гляделась каждое утро, как только вставала с постели. Моя дуэнья, не одетая, тоже приходила глядеться, и я забавлялась, сравнивая ее фигуру с моей. Придавалась я этому развлечению и перед отходом ко сну, когда дуэнья уже спала. Иногда я представляла себе, что вижу в зеркале подругу моего возраста, отвечающую на мои движения и разделяющую мои чувства, и тем сильнее поддавалась самообману, чем больше эта игра мне нравилась. Я уже говорил о важном сеньоре, который раз в год приезжал в замок, брал меня за подбородок и разговаривал с моей дуэньей на бескайском наречии. Однажды этот господин вместо того, чтобы брать за подбородок, взял меня за руку, подвел к карете, в которой заключил, как в темнице вместе с моей дуэньей. Смело могу сказать, заключил, так как свет проникал в карету только сверху. Вышли мы оттуда на третий день, или вернее, на третью ночь, так как достигли цели нашей поездки, когда уже сверкалось. Какой-то незнакомец отворил дверцу кареты и промолвил, вы находитесь на углу площади Белькур и улицы Сен-Рамона. Угловой дом принадлежит советнику Деля-Жакьеру. Куда прикажете вас отвезти? Прикажите въехать в первые ворота за домом советника, ответила моя двоенья. Тут Дебальд насторожился, так как в самом деле рядом с их домом жил один дворянин по имени Десомбр Рош, слывший невероятным ревнивцем. Он много раз хвалился перед Дебальдом, что докажет ему возможность иметь вежную жену. Говорил, что растит у себя в замке прелестную девушку, на которой женится, чтобы подтвердить правоту своих слов. Но молодой Дебальд совсем не знал, что в настоящее время девушка находится в Лионе и страшно обрадовался, что она попалась к нему в руки. Между тем Орландина продолжала свой рассказ. Мы уехали в ворота. Нас провели в просторные и богатые покои, а оттуда по витой лестнице на башню, откуда, как мне показалось, днем можно видеть весь город. Но я ошиблась, оттуда даже днем ничего нельзя было увидеть, так как окна были затянуты толстым зеленым сукном. Взамен башня освещалась хрустальная люстра и украшенная эмалью. Дуэнни усадила меня в кресло и для развлечения дала мне свои четки, а сама вышла и задвинула за собой дверь на засов. Оставши со дна, я отложила в сторону четки, взяла ножницы, висевшие у меня на поясе, и развязывала зеленую материю, закрывавшую окно. Напротив, я увидела другое окно, а сквозь него ярко освещенную комнату, в которой сидели за столом три молодые девушки и трое молодых людей невообразимой красоты. Они пели, пели, смеялись, юноши ухаживали за девушками, даже иногда брали их за подбородок, но с совсем другим выражением лица, чем тот сеньор в сомбр-рош, который, однако, только с этой целью приезжал в наш замок. Потом эти девушки и молодые люди начали понемногу сбрасывать одежды, как я обычно делала по вечерам перед зеркалом, и делали они это, как я, а не так, как моя старая дуэнья. Тут Тибальд понял, что речь идет об ужине, которым он угощал вчера своих приятелей, обняв стройный стан. «Орландины?» — он прижал ее к своему сердцу. «Именно так и делали молодые люди», — продолжала Орландина. «И, по-моему, они страшно друг друга любили». В конце концов, один из пирующих сказал, что умеет любить лучше других. Двое остальных утверждали тоже каждый о себе. Девушки разошлись в мнениях. Тогда тому, кто первый похвалился своим искусством, пришел в голову оригинальный способ доказать его на деле. При этих словах Тибальд, хорошо помнивший все, что было на пирушке, покатился со смеху. «Что же это за способ, прекрасная Орландина?» — промолвил он. «О, не смеется, сеньор. Уверяю тебя, что это был необычайно приятный способ. И любопытство мое все возрастало, как вдруг дверь отворилась. Я бросилась к чуткам, вошла моя дуэнья. Она взяла меня за руку, повела в карету, которая уже не была замкнута, как накануне. И не будь ночь так темна, я могла бы видеть Леон во всех подробностях, но тут поняла только, что едем мы куда-то далеко. Вскоре мы миновали городские стены и остановились у последнего дома предместья. На вид это обыкновенная хижина, даже крытая с коломой, а внутри все по-другому. В чем ты сам убедишься, если только рабчонок не забыл дороги? Но я вижу, он позаботился насчет света и зажег фонарь. На этом Орландина кончила свой рассказ. Тибальд поцеловал ей руку и спросил, «Скажи, заблудившаяся красавица, ты одна живешь в этой хижине?» «Совсем одна», — ответила незнакомка. «С одной только дуэнья и да рабчонком. Но не думаю, чтобы дуэнья уже успела вернуться домой. Синьор, приезжавший гладить меня по подбородку, велел мне прийти к его сестре. Так как он не мог прислать для мной кареты, которую послал за священником, мы пошли пешком. На улице кто-то остановил нас, чтобы сказать мне, что я красивая. А глухая дуэнья подумала, что он позволил себе какую-то грубость и стала отвечать. Собралось много народу, стали вмешиваться в спор. Я испугалась и кинулась бежать. А рабчонок побежал за мной, упал, уронил фонарь. Я не знала, что делать, но, к счастью, встретила вас». Восхищенный этим простодушным рассказом, Тибальд возобновил свое ухаживание, как вдруг появился рабчонок с зажженным фонарем, свет которого упал на лицо Тибальда. «Что я вижу?» — воскликнула Орландина. «Того, кто вчера хвалился своим искусством. Ваш покорный слуга», — ответил Тибальд. «Но смею вас уверить, то, что я делал вчера, ничто по сравнению с тем, чего может от меня ждать приличная благородная дама. И ни одна из вчерашних девушек этого названия не заслуживает. Как же так? А мне показалось, что ты так любишь этих трех девушек», — любила Орландина. «Лишнее доказательство, что на самом деле я не люблю ни одной». Орландина щебетала. Тибальд прижимался к ней. И так они сами не заметили, как дошли до одинокой хижины в конце предместия, дверь которой рабчонок отбор ключом, висевшим у него на поясе. Внутренность ее не имела ничего общего с наружным убожеством. Фламандские ткани с прекрасными рисунками, изображающими, казалось, живые фигуры, покрывали стены. Под потолком висели серебряные люстры искусной работы. Дорогие шкафы из слоновой кости и черного дерева, кресла генуэзского бархата, украшенные золотой бахромой, стояли возле упругих диванов, крытых венецианским муаром. Но Тибальд на все это не обратил внимания, он видел только Орландину и ждал развязки удивительного приключения. Между тем рабчонок пришел накрывать на стол, и только тут Тибальд заметил, что это не ребенок, как ему казалось, а старый черный карлик отвратительной наружности. Однако маленький человечек принес вещи отнюдь не противные, большое позолоченное блюдо, на котором дымились четыре куропатки, аппетитные, отлично приготовленные, а подмышкой у него была бутылка пряного вина. Наевшись и напившись, Тибальд почувствовал, словно по жилам его побежал огонь. Что же касается Орландины, то она мало ела, но все время посматривала на своего собеседника, то бросали ему нежные и невинные взгляды, то всматриваясь в него такими злыми глазами, что юноша совсем терялся. Наконец, рабчонок пришел убирать со стола, тогда Орландина взяла Тибальда за руку и сказала, «Как мы будем проводить вечер, прекрасный гавалер?» Тибальд не знал, что на это ответить. «Мне пришла в голову одна мысль», — продолжала она, «Видишь вон то большое зеркало, давай смотреться в него, как я делала в замке сомброшь. Мне тогда очень нравилось сравнивать фигуру двояния с моей, а теперь хочется посмотреть, какая разница между тобой и мной». Орландина пододвинула кресло к зеркалу, потом расстегнула сверху камзолу Тибальда и сказала, «Шея у тебя как моя, плечи тоже, но грудь до чего не похожа. Год тому назад этой разницы еще не было, но теперь я своей просто узнать не могу, так она изменилась. Сними, пожалуйста, пояс и расстегни, кафтан». «А это что за бахрома?» Тибальд совсем потерял голову. Он понес Орландину на кровать и уже почитал себя счастливейшими из смертных, но вдруг почувствовал, как будто ему запустили когти в шею. «Орландина!» — воскликнул он. «Орландина, что это значит?» Никакой Орландины больше не было. Вместо нее Тибальд увидел какие-то до тех пор незнакомые ему очертания. «Я не Орландина!» — крикнуло чудовище страшным голосом. «Я Вильзеву!» Тибальд хотел было призвать на помощь Спасителя, но Сатана, угадав его намерение, схватил его зубами за горло и не дал ему произнести этого святого имени. Утром крестьяне, везшие овощи в Леон на базар, услыхали стоны, доносившиеся из развалин дома у дороги, служивших свалкой, падали. Войдя туда, они увидели Тибальда, лежащего на разлагающемся трупе животного. Крестьяне подняли неизвестного, отвезли его в город, и несчастный Деля Жакьяр узнал своего сына. Юношу уложили в постель. Вскоре Тибальд как будто стал приходить в себя и, наконец, почти неслышно промолнил. «Откройте дверь этому святому отшельнику. Откройте скорее». Сначала никто не понял, но дверь открыли и увидали почтенного монаха, который сказал, чтобы его оставили наедине с Тибальдом. Требование было исполнено, и дверь за ним до берда. Долго еще слышались увещания отшельника, на которые Тибальд громко отвечал. «Да, отец мой, я раскаиваюсь в грехах своих и возлагаю всю свою надежду на Божье милосердие». Наконец, когда все утихло, открыли дверь, отшельник исчез. А Тибальд лежал мертвый с распятием в руках. Не успел я кончить эту историю, как вошел каббалист. Казалось, он желал прочесть в моих глазах впечатление от прочитанного. Действительно, то, что произошло с Тибальдом, очень меня удивило, но я не хотел этого показывать и пошел к себе. Там я вновь задумался над своими собственными приключениями и почти начал верить, что духи тьмы, стараясь вовлечь меня в свои сети, оживили трупы двух мисельников, и кто его знает, не являюсь ли я вторым Тибальдом. Прозвучал колокол, взывая на обед. Каббалист не пришел. Все казались мне какими-то растерянными, может быть, от того, что сам я никак не мог собраться с мыслями. После обеда я пошел на террасу. Цыганский табор уже значительно удалился от замка. Таинственные цыганки совсем не показывались. Вскоре наступила ночь, и я пошел в свою комнату. Долго ждал Ревекку, но на этот раз напрасно и в конце концов заснул. День одиннадцатый Ревекка разбудила меня. Открыв глаза, я увидел прекрасную израильтянку, которая сидела на моей постели и держала мою руку. «Храбрый Альфонс», — сказала она, «ты вчера хотел потихоньку выбраться к двум цыганкам, но ведущая к потоку решетка была заперта. Я принесла тебе ключ от нее. Если они и нынче покажутся у стен замка, я прошу тебя пойти с ними в табор. Можешь быть уверен, что осчастливишь моего брата, если принесешь ему о них какие-нибудь сведения. А что касается меня, печально прибавила она, то я должна удалиться. Этого требует моя судьба, мое странное предназначение. Ах, отец мой, зачем мне сделал ты меня подобной остальным смертным? Я чувствую, что более способна любить в действительности, чем в зеркале. Что ты подразумеваешь под любовью в зеркале? Ничего, ничего. Перебила Ревекка. Когда-нибудь узнаешь, а теперь я прощаюсь с тобой. До свидания». Еврейка удалилась, сильно взволнованная. А я невольно подумал, что трудно ей будет сохранить верность двум небесным близнецам, которым она была предназначена в жены, как рассказывал мне ее брат. Я вышел на террасу. Цыгане были уже далеко от замка. Я взял в полке книгу, но не мог долго читать. Мысли мои разбегались, голова была полна посторонним. Наконец пригласили к столу. Разговор, как обычно, вертелся вокруг духов, ведьм, оборотней. Хозяин сказал нам, что древние имели о них смутное представление и знали их под названием Эмпуз, Ларв и Ланей. Но что тогдашние каббалисты были такими же мудрыми, как теперешние, хоть назывались всего-навсего философами, разделяя это название со многими, не имевшими ни малейшего представления об оккультных науках. Отшельник напомнил о Симоне магия, но Уседа доказывал, что славу самого мудрого каббалиста того времени заслуживает Аполлоний Тианский, так как он достиг неслыханной власти над всем демоническим миром. При этих словах он встал, нашел на полке филострата, изданного в 1608 году Морелем и, глядя в греческий текст, без малейшей запинки прочел на чистом испанском языке следующее. История Миниппо-ликийца. Жил однажды в Каринфе 25-летний ликийец, остроумный, красивый, по имени Минипп. В городе шел слух, что в него влюбилась одна богатая и прекрасная чужеземка, с которой он случайно познакомился. Они повстречались на дороге в Кенхрею. Незнакомка, нежно улыбаясь, подошла к нему и сказала, «О, Минипп, я давно люблю тебя, я Финикиенко и живу в конце ближайшего предместия Каринфа. Если ты придешь ко мне, то услышишь мое пение и будешь пить вино, какого никогда еще не пробовал и не думай ни о каких соперниках. Я буду всегда тебе верна, ожидая и от тебя такой же верности». Юноша, хотя от природы и скромный, не устоял против этих сладких слов, произнесенных коралловыми устами, и всей душой привязался к новой любовнице. В первый раз, увидев Миниппа, Аполлоний поглядел на него глазами воятеля, как бы желающего высечь его бюст, а потом сказал, «Прекрасный юноша, ты нержишься в коварных кольцах змеи». Это в высшей степени странная речь удивила Миниппа. Аполлоний же, помолчав, продолжал, «Тебя любит женщина, которая не может стать твоей женой. Ты думаешь, она и в самом деле тебя любит?» «Без всякого сомнения», ответил юноша, «уверен, что любит». «И ты женишься на ней?» спросил Аполлоний. «Почему же мне не жениться на женщине, которую я так безумно люблю?» «Когда будет свадьба?» «Может быть, завтра?» ответил юноша. Аполлоний запомнил время пира, и когда гости собрались, вошел в комнату со словами, «Где прекрасная хозяйка этого пиршества?» «Она здесь, рядом», ответил Минипп и встал, слегка покраснев. Аполлоний продолжал так. «Кому принадлежит золото, серебро и убранство в этой комнате? Тебе или этой женщине?» «Женщине», сказал Минипп, «у меня, кроме нищенского плаща философа, ничего нет». Тогда Аполлоний обратился к гостям. «Видели вы когда-нибудь сады Тантала, которые и существуют, и не существуют?» «Мы видели их у Гомера», ответили присутствующие, «потому что сами в преисподние не спускались». Тогда Аполлоний сказал, «Все, что вы видите, подобно этим садам, все это только призрак, а не действительность. И чтобы убедить вас в правде моих слов, скажу вам, что эта женщина одна из импуз, в просторечии называемых ларвами или ламиями. Эти ведьмы жаждут не столько любовных у тех, сколько человеческого мяса, и соблазняют наслаждениями тех, кого хотят пожрать». «Ты мог бы сказать нам что-нибудь поумнее?» Прервала мнимая Финитинка и, пылая гневом, начала поносить философов, называя их сумасбродами. Тогда Аполлоний произнес несколько слов, и золотые и серебряные сосуды и украшения комнаты вдруг исчезли, и вся прислуга тоже пропала в мгновение ока. Тогда им пуза притворилась, что плачет, и стала умолять Аполлония, чтобы тот перестал ее мучить. Однако он, не обращая никакого внимания на ее просьбы, наступал на нее все сильнее, и в конце концов она признала, что не жалела для Мини по удовольствии, чтобы потом пожрать его, и что особенно любит она поедать молодых людей, так как их кровь укрепляет ее здоровье. Я полагаю, промолвил отшельник, что она хотела пожрать скорее душу, нежели тело Мини Иппо, и что Эмпуза была попросту дьяволом похоти. Но я не понимаю, какие слова давали такое могущество Аполлонию. Ведь философ этот не был христианином и не мог пользоваться грозным оружием, вложенным нам в руки церковью. Кроме того, хотя древние дорождения Христа могли в некоторых отношениях господствовать над злыми духами, крест, наложив печать молчания на всех прорицателей окончательно лишил власти идолопоклонников. И я полагаю, что Аполлоний не только не был в состоянии изгнать самого ничтожного беса, но даже не имел ни малейшей власти над последним из бесов, так как привидения эти появляются на земле не иначе, как с Божьего дозволения, и то всякий раз с просьбой о заупокойной службе, которая, как вы знаете, в языческие времена была совершенно неизвестна. У Седа держался другого мнения. Он утверждал, что злые духи преследовали язычников не менее, чем преследуют христиан, хотя, может быть, совсем по другим поводам. И в подкрепление слов своих он, взяв книгу писем «Линия», прочел следующее. История философа Афинадора был в Афинах дом, просторный и удобный для жилья, но имевший дурную славу и заброшенный. Не раз в ночной тишине там слышались удары железа о железо, а если напрячь слух, как брецание цепей, доносившиеся сперва как будто издалека, а потом все приближавшиеся, вскоре вслед затем появлялось привидение в виде исхудавшего и согбенного старика с длинной бородой, с клокоченными волосами и в ручных и ножных кандалах, которыми он устрашающе потрясал. Этот отвратительный призрак не давал жителям спать, а вечная бессонница вызывала болезни, печально кончавшиеся, ибо даже днем, когда привидения не было, ужасное зрелище все время стояло перед глазами, повергая в ужас самых отважных. В конце концов, дом опустел, целиком предоставленный призраку. Но хозяин вывесил объявление о том, что согласен сдать это ненужное строение в наем или даже продать его втайне, надеясь, что какой-нибудь незнакомец, не знающий о чудовищных помехах, легко вдастся в обман. В это время в Афины приехал философ Афинадорф. Увидев надпись, он спросил о цене. Удивленный, необычайный и дешевизный, он стал допытываться ее причины, и когда ему рассказали всю историю, он не только не отступил, но с тем большей поспешностью ударил по рукам. Въехал в дом, а вечером приказал постелить постель в передних комнатах, принести светильник и таблички для письма, а слугам уйти в дальнее крыло дома. Потом, опасаясь как бы разыгравшееся воображение, не занесло его слишком далеко и не представило ему предметов совершенно несуществующих, приготовил мысли, глаза и руки к занятиям. В начале ночи, как во всем доме, так и в этой части царила мертвая тишина, однако вскоре Афинадорф услыхал скрежет железа и звон цепей. Несмотря на это, он не поднял глаз, не отложил пера, но, овладев собой, так сказать, принудил себя не обращать ни малейшего внимания на окружающее. Между тем шум, все усиливаясь, раздавался уже за дверью и, наконец, послышался в самой комнате, подняв глаза. Философ увидел призрак, точно такой, как ему описывали. Привидение стояло на пороге и манило его пальцем, Афинатор сделал ему рукой знак подождать и продолжал писать, но призрак, видимо, от нетерпения стал трясти кандалами прямо на духом философа. Мудрец обернулся и, видя, что дух продолжает его звать, поднялся, взял светильник и пошел за ним. привидение шагая медленно, словно придавленная тяжестью цепей, вышло во двор и вдруг на самой середине провалилось сквозь землю. Философ, оставшись один, отметил это место, навалив на него листьев и травы, а утром обратился к властям с просьбой произвести розыски. стали копать и обнаружили скелет скован кандалами. Город постановил почтить эти останки над лежащим погребением и на другой день, после отдания покойнику этого последнего долга, в дом навсегда вернулся покой. Прочитав вслух эту историю, каббалист прибавил «Духи показывались с древнейших времен, достопочтенный отец». Об этом говорит случай с аэндорской волшебницей, и каббалисты всегда имели его в виду. В то же время я признаю, что в мире духов произошли большие перемены. Так, оборотни, если можно так выразиться, принадлежат к числу новых открытий. Я различаю среди них два вида, а именно оборотней венгерских и польских, мертвецов, вылезающих по ночам из могил и сосущих человеческую кровь, и оборотней испанских нечистых духов, которые, войдя в первое подходящее тело, придают ему любые формы. Каббалист явно хотел свернуть разговор на обстоятельства меня, касающиеся, так что я встал, быть может, даже слишком резко и вышел на террасу. Не прошло получаса, как я увидел двух моих цыганок, которые, казалось, спешили в замок и на расстоянии были вылитые Эмина и Зибельда. Я решил сейчас же воспользоваться ключом. Зайдя к себе в комнату за шляпой и шпагой, я через несколько мгновений был уже у решетки. Отворив ее, я увидел, что надо еще перебраться на ту сторону потока. К счастью, оказалось, что вдоль стены словно нарочно прибитые крюки, при помощи которых я спустился к каменистому руслу. Перепрыгивая с камня на камень, я оказался на другой стороне и прямо перед собой увидел двух цыганок, которые, однако, были совсем не похожи на моих родственниц. Хотя вся их внешность была другая, однако манера держаться отличала их от грубоватости плохо воспитанных женщин этого народа. Казалось даже, что они только на время с какой-то скрытой целью взяли на себя эту роль. Обе вздумали вместе мне погадать. Одна взяла мою руку, а другая, делая вид, будто читает по ней мое будущее, заговорила на своеобразном наречии. Ах, благородный господин, что я вижу на твоей ладони? Странную любовь, но к кому? К дьяволам? Затем, взяв меня под руки, они отвели меня к себе в табор и представили бодрому и крепкому старику, которого они называли отцом. Старик, кинув на меня недобрый взгляд, промолвил, «Знаешь ли ты, сеньор кавалер, что находишься среди людей, о которых идет повсеместно дурная слава? Не боишься ты нашего общества?» При слове «Боишься» я положил руку на эфес шпаги, но старик любезно протянул мне руку и прибавил, «Прости, сеньор кавалер, у меня не было желания тебя обидеть, наоборот. Я хотел просить тебя провести с нами несколько дней. Если путешествие в горы может тебя занять, мы обещаем показать тебе самые прекрасные и самые страшные места, долины чарующей прелести, и рядом пропасти, полные ужаса. Если же ты любитель охоты, у тебя будет возможность удовлетворить эту страсть». Я принял его предложение тем охотнее, что беседы каббалиста начали мне надоедать, а уединенная жизнь в замке становилась каждым днем мясноснее. Старый цыган сейчас же отвел меня в свой шатер, промолвив, «Сеньор кавалер, шатер этот будет твоим жилищем все время, которое ты пожелаешь провести среди нас. А я прикажу разбить тут же рядом маленький шатер, где сам буду спать, чтобы охранять тебя». Я ответил, что, имея честь быть капитаном Волонской гвардии, я обязан защищать себя собственной шпагой. На это старик улыбнулся и сказал, «Сеньор кавалер, мушкеты наших разбойников могут убить капитана Волонской гвардии, как всякого другого, но эти господа будут предупреждены, и ты можешь спокойно отлучаться, а до этого было бы неблагоразумно рисковать зря. Старик был прав, и я устадился своего неуместного геройства». Мы посвятили вечер обходу табора и разговорам с двумя цыганками, которые показались мне самыми странными, но и самыми счастливыми созданиями на свете. Потом устроили ужин под развесистым рожковым деревом, тут же возле шатра вожака. Мы расселись на оленьих шкурах, вместо скатерти перед нами расстелили шкур буйвола, выделанную под лучший софьян. Кушанье в особенности дичь были превосходные. Дочери цыгана наливали нам вино, но я предпочитал утолять жажду водой, которая была прозрачной струей из скалы в двух шагах от нас. Старик любезно поддерживал беседу, он как будто знал о прежних моих приключениях и предостерегал от новых. Наконец пришла пора ложиться спать. Мне подстали постель в шатре вожака цыган и у входа поставили стражу. Ровно в полночь меня разбудил какой-то шепот. Я почувствовал, что одеяло моё с обеих сторон приподняли и ко мне прильнули. Господи Боже, подумал я, неужели мне опять придётся проснуться под веселицей, но я не стал задерживаться на этой мысли. Видно, цыганское гостеприимство предписывало такой способ принимать чужих, а человеку военному в моём возрасте необходимо считаться с местными обычаями, решил я. Наконец я заснул в глубокой уверенности, что на этот раз не имел дела с весельниками. День двенадцатый. В самом деле, вместо веселицы Лос-Армана я проснулся на своей постели от шума, поднятого цыганами, которые снимали с табором. Вставай, сеньор кавалер, сказал мне вожак, перед нами дальняя дорога, но ты получишь мула, какого не найдёшь во всей Испании и не почувствуешь усталости. Я поспешно оделся и сел на мула. Мы выступили в поход с четырьмя хорошо вооружёнными цыганами. Весь табор двинулся за нами на некотором расстоянии, причём во главе его шли две девушки, с которыми я, видимо, провёл ночь. Извилины горной тропы то подымали меня вверх, то опускали вниз на несколько сот пядей, тогда я останавливался, чтобы посмотреть на них, и мне опять казалось, что я вижу своих родственниц. Старого цыгана забавляло моё волнение. Через четыре часа ускоренного марша мы достигли высокого плоскогорья, где нашли множество больших чуков. Вожак тотчас пересчитал и записал их, потом сказал мне, перед тобой, сеньор кавалер, английские и бразильские товары, которых хватит на четыре королевства, Андалузию, Гранаду, Валенсию и Каталонию. Правда, король терпит некоторый ущерб от нашей скромной торговли, но с другой стороны, у него ведь не только эти доходы, а испанскую бедноту тешит и добавляет небольшая контрабанда. К тому же тут-то все этим занимаются. Одни из этих тюков будут размещены в солдатских казармах, другие в монашеских кельях, третий в могильных склепах. Тюки, помеченные красным, попадут в руки таможенников, которые будут хвалиться ими перед властями, но эта уступка еще крепче свяжет их с нами. После этого старый цыган приказал рассовать товары по разным впадинам в скалах, а потом сделал знак устроить обед в пещере, откуда открывался простор, которого не окинуть взглядом, и земная даль словно сливала синевое небо. Красоты природы с каждым днем производили на меня все большее впечатление. Этот вид привел меня в неописуемый восторг, который был нарушен дочерьми старого цыгана, принесшими обед. Как я уже сказал, вблизи они вовсе не были похожи на моих родственниц. В их взглядах, украдкой на меня кидаемых была ласка, но какое-то смутное чувство говорило мне, что не они участвовали в том, что было ночью. Между тем девушки принесли горячую олью под риду, приготовлявшуюся все утро посланными заранее к месту нашего привала. Старые цыганы я принялись ее уписывать с той лишь разницей, что он то и дело прерывал еду, чтобы приложиться к большому бурдюку с вином. Я же удовлетворялся чистой водой из соседнего источника. Утолив голод, я сказал ему, что очень хотел бы подробнее узнать его историю. Он долго отнекивался, но я усиленно настаивал, так что в конце концов он решил поделиться со мной пережитым и начал так. История Пандесовны вожака цыган. Среди испанских цыган я широко известен под именем Пандесовны. Это дословный перевод на их наречие моего родового имени Авадоро, из чего вы можете видеть, что я не родился цыганом. Примечание Авадоро обуздатель страстей. Отца моего звали Дон Филиппе де Авадоро, он слыл самым серьезным и педантичным человеком среди своего поколения. Педантичность его была так велика, что если бы я рассказал тебе историю одного прожитого им дня, перед тобой встала бы картина всей его жизни, во всяком случае промежутка между двумя его супружествами, первым, которому я обязан своим существованием, и вторым, которая вызвала его смерть, нарушив привычный ему образ жизни. Отец мой, будучи еще на попечении своего деда, полюбил свою дальнюю родственницу и женился на ней, как только стал самостоятельным. Бедная женщина умерла, давая мне жизнь. Отец, безутешный в своем горе, заперстана несколько месяцев у себя, не желая видеть даже никого из родных. Время, успокаивающее все страдания, утолило его печаль, и, наконец, его увидели на балконе, выходящем на улице Толиадо. Четверть часа он дышал свежим воздухом, потом пошел, отворил другое окно, выходящее в переулок. Увидев в доме напротив несколько знакомых лиц, он довольно весело им поклонился. В следующие дни он повторял то же самое, так что весть об этой перемене дошла до Херонима Сантоса, театинца, дяди моей матери. Этот монах пришел к моему отцу, поздравил его с выздоровлением, потолковал об утешениях религии, потом стал усиленно уговаривать, чтобы он поискал развлечений. Он простер свою снисходительность до того, что даже подал ему совет сходить в комедию. Отец, высоко ставивший авторитет брата Херониму, в тот же вечер отправился в театр Делекрус. Как раз шла новая пьеса, которую поддерживала партия Блакос, в то время как другая партия, так называемая Сорисес, всячески старалась ее освистать. Борьба этих двух партий так увлекла моего отца, что с тех пор он ни разу не пропускал добровольно ни одного представления. Он примкнул к партии Блакос и посещал Княжеский театр, только когда Делекрус стоял закрытый. После окончания представления он обычно становился в конце двойного ряда, образуемого мужчинами для того, чтобы заставить женщин идти друг за другом поодиночке, но он делал это не как другие с целью получше рассмотреть их, нет, женщины мало занимали его, и как только проходило последнее, он спешил в трактир под Мальтийским крестом, где перед отходом ко сну съедал легкий ужин. С утра первой заботой отца было открыть дверь балкона, выходящего на улицу Толеда. Тот он четверть часа дышал свежим воздухом, потом шел отворять если он видел кого-нибудь в окне напротив, то учтиво приветствовал его, говоря «огур», после чего затворял окно. Слово «огур» часто было единственным, которое он произносил за весь день, хотя горячо интересовался успехом всех комедий, шедших в театре Деля Крус. Однако он выражал свое удовольствие отнюдь не словами, а рукоплесканием. Если никто в противоположном окне не показывался, он терпеливо дожидался минуты, когда представится возможность кого-то приветствовать. Потом отец отправлялся слушать мессу у театинцев. К его возвращению комната была прибрана служанкой, и он с неописуемой тщательностью принимался расставлять вещи по обычным местам. Делал он это с придирчивым вниманием, мгновенно обнаруживая малейшую соломинку или пылинку, обойденную метлой служанки. Приведя комнату в надлежащий с его точки зрения порядок, он брал циркуль, и вырезал 24 кусочка бумаги одинаковой величины, клал на каждой из них кучку бразильского табаку и скручивал 24 цигарки, такие ровные и гладкие, что их можно было сравнить с самыми идеальными сигарами. Потом выкуривал шесть этих шедевров, пересчитывая черепицы на дворце герцога Альбы, и еще шесть, ведя учет проходящих в ворота Толедо. Проделав это, он глядел на дверь своей комнаты до тех пор, пока ему не приносили обед. После обеда он выкуривал остальные двенадцать сигар, потом вперял взгляд в часы, пока они не возвещали, что время собираться в театр. Ежели случайно в тот день ни в одном театре не было представления, он шел к книготорговцу Морено, где слушал споры нескольких литераторов, имевших обычаи в определенные дни собираться там, однако при этом никогда не вмешивался в их беседу. А ежели он заболевал и не выходил из дому, посылал к книготорговцу Морено за пьесой, шедшей вечером в театре Деля Круз, и как только там начиналось представление, приступал к чтению, не забывая от души рукоплескать тем сценам, которые особенно ценили Спартии и Полякус. Этот образ жизни был вполне невинный, однако отец мой, желая удовлетворить всем требованиям религии, обратился к театинцам с просьбой назначить ему духовника. Ему прислали брата Херонима Сантоса, который воспользовался этим, чтобы напомнить ему, что я существую на свете и нахожусь в доме Доньи Фелисии Долоносой, сестры моей покойной матушки. Отец мой, то ли из боязни, что я буду напоминать ему любимое существо, чьей смерть был невольной причиной, то ли не желая, чтобы моя детская шумливость нарушала мертвый покой его жизненных навыков, просил брата Херониму никогда меня к нему не приводить. В то же время он позаботился о том, чтобы я не терпел никаких лишений, отказал мне весь доход с одной деревни, которая была у него в окрестностях Мадрида, и отдал меня под надзор эконому театинцев. К несчастью, я подозреваю, что отец отдалил меня от себя, предугадывая невероятную разницу между нашими характерами, созданную самой природой. Вы обратили внимание, какой систематичный и однообразный образ жизни он вел. Что же касается меня, то могу утверждать, что не было на свете человека более непостоянного, чем я. Я не в состоянии выдержать даже своего непостоянства, так как мысль о спокойном счастье и жизни в домашнем уюте преследует меня среди моих кочевий, а влечение к переменам не позволяет выбрать постоянного обиталища. Эта неугомонность до такой степени мучила меня, что познав самого себя, я решил раз навсегда поставить ей преграду осев среди цыган. Правда, эта жизнь довольно однообразная, но зато не приходится смотреть все время на одни и те же деревья, одни и те же скалы, или, что было бы еще не сноснее, на одни и те же улицы, стены и крыши. Тут я взял слово и сказал старику, «Синьор Авадора или Пандесовна, я думаю, в своей скитальческой жизни тебе пришлось пережить много необычного». «Да», ответил цыган, «с тех пор, как я потерялся в этой глуши, я повидал немало удивительного. Что же касается остальной моей жизни, то в ней было мало интересного. Поразительна только страсть, с которой я хватался за новые и новые занятия, не умея остановиться ни на одном дольше года или двух». Дав мне такой ответ, цыган продолжал, «Как я сказал тебе, меня воспитывала тетка Донья Долоноса. У нее не было своих детей, и, казалось, в своем отношении ко мне она соединялась с нисходительностью тетки, с заботливостью матери. Одним словом, я был ее баловнем в полном смысле слова. День от дня становился я все избалованнее и, созревая телесно и умственно, приобретал все больше сил, позволявших мне злоупотреблять ее бесконечной добротой. А с другой стороны, не встречая никакой помехи своим прихотям, я не препятствовал и желаниям других, благодаря чему проснул необыкновенно славным мальчуганам. Кроме того, приказания моей тетки сопровождались всегда такой милой ласковой улыбкой, что у меня не хватало духу не слушаться. В конце концов, простодушная Донья дала носа, видя, как я себя веду, убедила себя в том, что природа, поддерживаемая ее усилиями, превратила меня прямо в совершенство. Для полного ее счастья не хватало только, чтобы отец мой стал свидетелем моих неслыханных успехов. Тогда он сразу убедился бы в моих совершенствах, однако замысел этот было нелегко осуществить, так как отец мой упорствовал в своем решении никогда в жизни меня не видеть. Но какого только упорства не преодолеет женщина. Сеньора Даланоса так горячо и настойчиво воздействовала на своего дядю Херониму, что в конце концов тот обещал воспользоваться ближайшей исповедью моего отца и строго осудить ее за черствое отношение к ребенку, не сделавшему ему в жизни никакого зла. Брат Херониму сдержал слово, но отец мой не мог без ужаса думать о той минуте, когда он первый раз впустит меня к себе в комнату. Брат Херониму предложил устроить встречу в саду Боэн-Ретиро, но гулять там не входило в систематическое и однообразное расписание, от которого отец никогда не отступал ни на шаг. В конце концов, он предпочел уж принять меня у себя и брат Херониму, принес эту счастливую новость моей тетке, которая чуть не умерла от радости. Надо сказать, что 10 лет меланхолии внесли немало странностей в одинокий образ жизни моего отца. Между прочим, у него развилась страсть к изготовлению чернил, причем источник этого странного увлечения был следующий. Однажды, когда отец находился в обществе нескольких литераторов и юристов у книготорговца Морено, зашел разговор о том, как трудно достать хорошие чернила. Все присутствовавшие жаловались, что им нечем писать и что каждый из них напрасно старается сам приготовить себе эту необходимую жидкость. Морено заметил, что у него в лавке есть сборник рецептов, среди которых, наверное, найдутся и рецепты приготовления чернил. Он пошел за этой книгой, но не мог ее сразу найти, а когда вернулся, разговор шел уже о другом. Говорили об успехе новой пьесы, и никто больше не интересовался ни чернилами, ни способом их приготовления. Но отец мой поступил совершенно иначе. Он взял книгу, сейчас же отыскал рецепт приготовления чернил, и очень удивился, обнаружив, что легко понял задачу, которую самые известные испанские ученые считают невероятно трудной. Оказывается, все дело заключалось в умелом смешивании настойки чернильного ореха с раствором серной кислоты и добавлении соответствующего количества камеди. Однако автор предупреждал, что хорошие чернила получаются только при изготовлении сразу большого количества. Кроме того, кипятя жидкость, ее тщательно надо мешать, так как камедь, не имея никакого сродства с металлами, все время выпадает из раствора, а ее склонности к органическому разложению можно воспрепятствовать только добавлением небольшого количества спирта. Отец купил книжку и на другой же день достал необходимые ингредиенты, аптекарские весы и самую большую бутыль, какую только мог найти в Мадриде, согласно указаниям автора. Чернила удались на славу. Отец отнес бутылку литераторам, собравшимся у Морено. Они нашли, что чернила великолепны и попросили еще. При своем тихом и замкнутом образе жизни отец не имел случая оказывать никому никаких услуг и получать за это соответствующие похвалы. Теперь, найдя неиспытанное ранее удовольствие в том, чтобы делать людям одолжение и выслушивать их благодарность, он стал усердно заниматься делом, доставляющим ему столько приятных минут. Видя, что мадридские литераторы мгновенно израсходовали самую большую бутыль, какая нашлась во всем городе, он приказал доставить из Барселоны бутыль из числа тех, в которых средиземноморские моряки держат вино на корабле. И каким путем он получил возможность приготовить сразу двадцать бутылок чернил, которые литераторы также быстро израсходовали, осыпая моего отца похвалами и выражениями благодарности. Но чем огромнее были бутыли, тем больше представляли они неудобств. Невозможно стало в одно и то же время и нагревать жидкость, и перемешивать ее, еще труднее переливать ее из одного сосуда в другой. Тогда отец решил привезти из Тобоса большой глиняный котел, который употребляют для производства селитры. Когда этот котел привезли, он приказал установить его на очаге, на котором при помощи нескольких угольков стал поддерживать неугасимый огонь. Кран, прилаженный внизу котла, служил для выпуска жидкости, и было удобно, встав на край очага, перемешивать приготовляемые чернила небольшим деревянным мешалом. Котлы эти в человеческий рост, и ты можешь себе представить, сколько чернил отец мог изготовить за раз, а он к тому же имел обыкновение по мере уголи пополнять содержимое котла. Каким это было для него наслаждением, когда к нему заходил слуга или служанка какого-нибудь известного литератора с просьбой отпустить бутылку чернил, и когда этот литератор опубликует потом свое творение и о новинке у Морена заговорят, мой отец сиял от счастья при мысли, что он тоже причастен к этому триумфу. Наконец, для полноты картины скажу тебе, что во всем городе отца моего не называли иначе, как Дон Филиппе дель Тинтеро Ларго, то есть Дон Филипп Большая Чернильница. Настоящую его фамилию знали лишь несколько человек. Мне все это было известно. При мне часто говорили о странностях отца, об обстановке его комнаты, о большом котле с чернилами, и я с нетерпением жаждал узреть все эти диковины своими глазами. Что касается моей тетки, то она не сомневалась, что как только отец увидит меня, он сейчас же откажется от всех своих чудачеств, чтобы с утра до вечера восторгаться мной. Наконец, был назначен день нашей встречи. Отец исповедовался у брата Херониму в последнее воскресенье каждого месяца. Монах должен был укрепить его в решении увидеть меня, под конец объявить, что я нахожусь у него в доме, и проводить отца домой. Сообщая нам об этом плане, брат Херониму предостерег меня, чтобы я ничего не трогал в комнате отца. Я был согласен на все, а тетка обещала следить за мной. Наконец, наступило долгожданное воскресенье. Тетка одела меня в праздничный розовый костюм с серебряной оторочкой и пуговицами из бразильских топазов. Она клялась, что я настоящий амур, и что отец мой, увидев меня, сейчас же безумно меня полюбит. Полная надежд и радужных предчувствий, весело пошли мы по улице Урсулинок и дальше по Прадо, где женщины останавливались, чтобы приласкать меня, наконец пришли на улицу Толеду и вошли в дом отца. Нас провели в его комнату. Тетка, опасаясь моей резвости, усадила меня в кресло, сама села напротив и ухватила меня за бахрому шарфа, чтобы я не мог встать и трогать аккуратно расставленных вещей. Сначала я вознаграждал себя за это насилие, шныряя глазами по всем углам и девясь чистоте и порядку царившим в комнате. Угол, отведенный для производства чернил, был такой же чистый, и все предметы в нем также симметрично расставлены, как во всей комнате. Большой котел из тубоса выглядел как украшение, рядом с ним стоял стеклянный шкаф с нужными инструментами и веществами. Форма этого шкафа, узкого и высокого, стоящего тут же рядом с очагом, вдруг породила во мне непреодолимое желание залезть на него. Я решил, что не может быть ничего забавней, как если мой отец начнет напрасно искать меня по всей комнате, в то время, как я буду преспокойно сидеть над его головой. В мгновение ока я вырвал шарф у тетки из рук, вскочил на край очага, а оттуда прямо на шкаф. Сначала тетка пришла в восторг от моего проворства, но потом стала умолять меня слезть. В эту минуту нам дали знать, что отец подымается по лестнице. Тетка упала передо мной на колени, чтобы я скорее спрыгнул. Я не мог не уступить ее трогательным просьбам, но слезая, почувствовал, что ставлю ногу на край котла. Хотел удержаться, но потянул за собой шкаф, отпустил руки и упал в самую середину котла с чернилами. Я наверняка утонул бы, если бы тетка, схватив весло для перемешивания чернил, не разбила котел на тысячу мелких осколков. Как раз в это мгновение вошел отец. Он увидел, что целая река чернил заливает его комнату, а посередине реки извивается чья-то черная фигура, наполняя дом пронзительным криком. В отчаянии он выскочил на лестницу, сбегая вниз, вывихнул себе ногу и упал в обморок. Что касается меня, то я скоро перестал кричать, так как, нахлебавшись с чернил, потерял сознание. Очнулся я только после долгой болезни, и прошло немало времени, прежде чем здоровье мое восстановилось вполне. Улучшению моего состояния больше всего содействовала новость, сообщенная мне четкой и доставившая мне такую радость, что опасались, как бы я опять не впал в беспамятство. Оказывается, нам скоро предстояло переехать из Мадрида на постоянное жительство в Бургас. Впрочем, несказанная радость, испытываемая мной при мысли об этом переезде, убавилась, когда тетка спросила меня, хочу ли я ехать вместе с ней в коляске или предпочитаю совершить путешествие отдельно в своих носилках. «Ни то, ни другое», возразил я в упоении. «Я не женщина и хочу путешествовать не иначе, как на статном коне или, по крайней мере, на муле с хорошим сигавийским карабином у седла, парой пистолетов за поясом и длинной шпагой. Я поеду только при этом условии, и ты, тетя, должна в своих собственных интересах снабдить меня всем этим, потому что отныне моя святая обязанность защищать тебя». Я наговорил еще пропасть всякого вздора, казавшегося мне чем-то в высшей степени благоразумным, тогда как на самом деле в устах одиннадцатилетнего мальчика он был просто смешон. Приготовления к отъезду послужили мне поводом развить необычайную деятельность. Я входил, выходил, бегал, отдавал приказания, всюду совал свой нос и действительно имел много хлопот, так как тетка навсегда уезжала в Бургас, забирая всю свою движимость. Наконец наступил счастливый день отъезда. Мы выслали багаж дорогой через Аранду, а сами двинулись через Вальядолит. Тетка, сначала желавшая совершить это путешествие в коляске, видя, что я решил ехать обязательно на муле, последовала моему примеру. Ей устроили вместо седла небольшое кресло с удобным сидением и затянили его зонтом. Перед ней для устранения малейшего признака опасности шагал вооруженный погонщик мулов. Остальной караван наш, состоявший из 12 мулов, выглядел чрезвычайно пышно. Я же, считая себя его начальником, иногда открывал, иногда закрывал шествие, не выпуская из рук оружие, особенно на поворотах дороги и вообще в подозрительных местах. Нетрудно догадаться, что мне ни разу не представилось случая выказать свою отвагу, и что мы благополучно прибыли в Алабахос, где встретили еще два каравана, такие же большие, как наш. Животные стояли у яслей, а путники расположились в противоположном углу конюшни, на кухне, отделенной от мулов, двумя каменными ступенями. Тогда почти все трактиры в Испании были так устроены, весь дом состоял из одного длинного помещения, в котором лучшую половину занимали мулы, а более скромные путешественники. Несмотря на это, там всегда царило веселье. Погонщик верховых мулов, чистей их скребницей, в то же время волочился за хозяйкой, которая отвечала ему со свойственно ее полу и профессией живостью, пока хозяин своим вмешательством не прерывал, хоть и ненадолго, этих заигрываний. Слуги, наполняя дом треском кастаньет, плясали под хриплое пение казапаса, путники знакомились друг с другом, приглашали друг друга на ужин, потом все пододвигались к очагу и каждый сообщал кто он, откуда едет, порой рассказывал историю своей жизни, славное было время. Нынче постоялые дворы гораздо удобнее, но беспокойное и дружное дорожное житье имело свою прелесть, которой я не могу тебе описать, скажу только, что в тот день я был так счастлив, что решил всю жизнь переезжать с места на место и, как видишь, пока твердо выполняю свое решение. Еще одно обстоятельство утвердило меня тогда в моем намерении. После ужина, когда все путники собрались вокруг очага и каждый поделился своими впечатлениями о краях, в которых побывал, один, до тех пор еще ни разу не раскрывавший рта, промолвил «Все, что произошло с вами во время ваших разъездов, достойно внимания и памяти. Что касается меня, я был бы рад, если бы со мной не приключалось ничего худшего, но, попав в Калабрию, я испытал до того нечто удивительное, необычайное и в то же время страшное, что до сих пор не могу вычеркнуть это из памяти. Воспоминание об этом так меня гнетет, отравляя все мои радости, что часто я сам дивлюсь, как печаль не лишит меня рассудками». Такое начало возбудило любопытство присутствовавших. Все стали просить, чтобы он облегчил сердце повествованием о столь необычайных происшествиях. Путник долго колебался, не зная, как поступить, но, в конце концов, начал свой рассказ. История Джулио Ромати Меня зовут Джулио Ромати, отец мой Петро Ромати, один из самых известных юристов по Ляжему и даже всей Сицилии. Как вы понимаете, он очень привязан к своей профессии, обеспечивающей ему приличный доход, но еще больше к философии, которой он отдает каждую свободную минуту. Не хваляц могу сказать, что я успешно шел по его стопам в обоих этих науках и на 22-м году был уже доктором права. Отдавшись потом изучению математики и астрономии, я вскоре уже мог комментировать Коперника и Галилея. Говорю вам это не для похвальбы своей ученостью, но имею в виду рассказать вам нечто в высшей степени удивительное. Не хочу, чтобы вы считали меня человеком легкомысленным или суеверным. Я до того далек от такого рода заблуждений, что единственной наукой, которой я никогда не уделял никакого внимания, была теология. Что касается других наук, то я погружался в них всей душой, ища отдых лишь в смене предметов. Бесконечная работа оказала губительное действие на мое здоровье, и отец мой, раздумывая над тем, как бы мне рассеяться, отправил меня в путешествие, приказав объездить всю Европу и вернуться на Сицилию не раньше, чем спустя четыре года. Сначала мне было трудно оторваться от своих книг, кабинета, обсерватории, но отец этого требовал, и надо было повиноваться, и в самом деле не успел я начать путешествие, как уже почувствовал невыразимо приятную перемену. Ко мне вернулся аппетит, вернулись силы, одним словом, я совсем выздоровел, сперва я путешествовал в носилках, но на третий день нанял мула и весело пустился в дальнейший путь. Многие знают весь шар земной за исключением своей собственной родины. Я не хотел после своего возвращения услышать подобный упрек, и чтобы этого избежать, начал свое путешествие знакомством с чудесами, которые природа так щедро рассыпала на нашем острове. Вместо того, чтобы отправиться прямо по берегу из Полярма в Мессину, я выбрал дорогу через Костронуово, Кальтенисетту, и приехал в деревню, название которой я уже не помню, расположенное у подошвы Этны. Там я стал готовиться к восхождению на гору, решив посвятить этому целый месяц. На деле все это время я занимался главным образом проверкой некоторых недавно установленных опытов с барометром, в ночную пору всматривался в небо и с непередаваемым восторгом открыл две звезды, незамеченные мной из обсерватории в Полярмо по той причине, что там они находились значительно ниже горизонта. С искренним огорчением покинул я это место, где, казалось, моя душа устремлялась к мерцающим светилам. Я участвовал в возвышенной гармонии небесных тел, над чьими кругооборотами столько размышлял в жизни. Нельзя отрицать и того, что разреженный воздух в горы особым образом действует на наш организм, пульс бьется быстрее, легкие работают усиленнее. Наконец, я спустился с горы в сторону Катании. Население этого городка составляет дворянство столь же старинное, но более просвещенное, чем в Палермо. Правда, точные науки нашли в Катании, как и на всем нашем острове, мало любителей, но зато жители увлекаются искусством, античными памятниками, а также древней и новой историей народов, когда-либо населявших Сицилию. Тогда все умы были особенно заняты раскопками и множеством добытых при этом ценных реликвий. Между прочим, тогда была выкопана очень красивая мраморная плита, покрытая совершенно неизвестными письменами. Тщательно рассмотрев надпись, я понял, что она на пунийском языке и с помощью древнееврейского, который я довольно хорошо знаю, мне, ко всеобщему удовлетворению, удалось разрешить загадку. Благодаря этому подвигу я снискал лесное признание, и первые лица города хотели меня там удержать, суля значительный денежный доход, однако, покинув родной край ради совершенно других целей, я отклонил это предложение и отправился в Мсину. В этом городе, славящемся торговлей, я провел неделю, после чего переправился через пролив и высадился в Реджо. До тех пор путешествие мое было только развлечением, но в Реджо оно стало делом более серьезным. Калабрию опустошал разбойник по имени Зото, в то время как триполитанские корсары бороздили во всех направлениях моря. Я не знал, как добраться до Неаполя, и если бы не ложный стыд, немедленно вернулся бы в Палерму. Неделя прошла с тех пор, как моя нерешительность остановила меня в Реджо, когда однажды вечером, расхаживая по пристани, я сел на один из прибрежных камней в месте, где было поменьше и подошел какой-то человек в приятной наружности в багряном плаще, нездоровая со мной. Он сел рядом и обратился ко мне с такими словами. Синьор Ромати снова занят решением какой-то алгебраической или астрономической задачи? Ничуть не бывало, ответил я. Синьор Ромати хотел бы перебраться из Реджо в Неаполь и в эту минуту обдумывает, каким способом избежать встречи с шайкой Синьора Зото, но это незнакомец с серьезным видом промолвил. Синьор Рома, твои способности уже теперь делают честь твоей родине. Эта честь, без сомнения, еще приумножится, когда ты после твоих странствий расширишь сферу своих познаний. Зото, человек слишком тонкий в обхождении, чтобы чинить тебе препятствия в столь благородном предприятии. Возьми вот эти красные перышки, заткни одно за ленту шляпы, остальное раздай своим людям и смело пускайся в путь. Что касается меня, я и есть тот самый Зото, которого ты так опасаешься. А чтобы ты не сомневался в правоте моих слов, смотри, вот орудие моего ремесла, а с этими словами он откинул плащ и показал мне пояс с пистолетами, с телетами, после чего дружески пожал мне руку и исчез. Тут я перебил вожака цыган, заметив, что много слышал об этом разбойнике и даже знаю его сыновей. Я тоже знаю их, сказал Пандесовно. Тем более, что они, как и я, состоят на службе великого шейха Гамелесов. Как? Ты тоже у него на службе? Воскликнул я с изумлением. В эту минуту один из цыган шепнул несколько слов на ухо старику, который сейчас же встал и удалился, предоставив мне время для размышления о том, что я узнал из его последних слов. Что это за могущественное сообщество, думал я, у которого нет, кажется, иной цели, кроме как блюсти какую-то тайну или обманывать мои глаза странными призраками, но я не успеваю хоть отчасти разгадать их, как новые непредвиденные обстоятельства повергают меня в пропасть сомнения. Совершенно очевидно, что и сам я одной из звеньев невидимой цепи, которая все туже стягивается вокруг меня. Тут дочери старого цыгана подошли ко мне и прервали мои раздумья, просьбой погулять вместе с ними. Я пошел. Разговор шел на чистейшем испанском языке без малейшей примеси цыганского наречия. Меня удивили их умственное развитие и веселый открытый характер. После прогулки подали ужин, а потом все пошли спать, но на этот раз ни одна из моих родственниц не показывалась. День тринадцатый Старый цыган велел принести мне обильный завтрак и сказал «Сеньор кавалер, приближаются наши враги. Попросту сказать, таможенная стража нам надлежит отступить, оставив им поле боя. Они найдут здесь тюки, приготовленные для них, а остальное уже находится в безопасном месте. Подкрепись с завтраком и мы двинемся дальше». Таможенники показались на другом конце долины, я наскоро доел завтрак и весь табор снялся. Мы блуждали с горы на гору, все больше углубляясь в ущелье Сьерра-Морены, наконец остановились в глубокой долине, где нас уже ждал готовый обед. Утолив голод, я попросил старого цыгана продолжать его жизни и описание, на что тот охотно согласился. Продолжение истории вожака цыган. И так я остановился на том, что внимательно слушал повествование Джулио Ромати. Дальше он рассказывал так. Продолжение истории Джулио Ромати. Характер Зотов был всем известен, так что я вполне поверил его дружелюбным обещаниям. Вернулся страшно довольный к себе в трактир и сейчас же послал за погонщиком мулов. Скоро их пришло несколько человек и смело предложило мне свои услуги, так как разбойники ни их самих, ни их животных не обижали. Я выбрал одного, который всюду пользовался доброй славой. Нанял одного мула для себя, другого для своего слуги и еще два вьючных. У погонщика был тоже свой мул и два пеших помощника. На рассвете следующего дня я двинулся в путь и примерно в миле от города увидел небольшой отряд разбойников Зотов. Они, казалось, следили за мной издали и удалялись по мере нашего приближения, так что, вы понимаете, мне нечего было бояться. Путешествие протекало великолепно и здоровье мое с каждым днем улучшалось. Я находился уже в двух днях пути от Неаполя, когда мне вдруг пришло в голову свернуть с дороги и заехать в Солерно. Любопытство это было вполне оправдано, так как меня очень интересовала история зарождения искусств, колыбелью которых в Италии была Солернская школа. Впрочем, сам не знаю, какой рок толкнул меня на эту несчастную поездку. Я свернул с большой дороги в Монте-Бруччо и, взяв в соседней деревне проводников, поехал к краю, какой только можно себе представить. В полдень мы достигли совершенно развалившего состроения, которое проводник мой назвал трактиром. Сам я никогда не подумал бы, что это действительно трактир, особенно по тому приему, какой оказал нам хозяин. Этот бедняк, вместо того, чтобы предложить мне поесть, сам стал просить меня, чтобы я уделил ему что-нибудь из своей провизии. К счастью, у меня была холодная говядина, я поделился с ним, с моим проводником и слугой, погонщики остались в Монте-Бруджо. К двум часам пополудни я покинул это жалкое убежище и вскоре увидел большой замок, стоящий на вершине горы. Я спросил у проводника, как называется этот замок и живет ли в нем кто-нибудь. Проводник ответил, что местные жители обычно называют его гора либо замок, что он совершенно разрушен и необитаемый, но что внутри у него устроена часовня с несколькими кельями, где живут пять или шесть монахов-францисканцев из Солерна. При этом он с величайшим простодушием добавил, странные истории рассказывают об этом замке, но я хорошенько не знаю ни одной, потому что только кто заговорит об этом, я сейчас живон из кухни иду к невестке Пеппе, где почти всегда застаю одного из отцов-францисканцев, который дает мне поцеловать свою ладанку. Я спросил его, будем ли мы проезжать мимо замка, он ответил, что дорога идет в обход на полвысоты ниже замка. Между тем небо покрылось тучами и к вечеру разразилась страшная гроза. Мы как нарочно находились в это время на склоне горы, где не было никакого убежища. Проводник сказал, что поблизости находится большая пещера, только дорога к ней очень скверная. Я решил воспользоваться его советом, но не успели мы спуститься вниз между скал, как рядом с нами ударила молния. Мул мой пал, а я скатился с высоты нескольких сажен, каким-то чудом зацепился за дерево и почувствовав, что цел, стал звать моих спутников, но ни один не отозвался. Молнии так быстро следовали друг за другом, что при свете их мне удавалось видеть окружающие предметы и ставить ногу на безопасное место. Я продвигался вперед, держась за деревья и таким образом добрался до небольшой пещеры, которая, однако, не вело ни одной тропинки. И она не могла быть той самой, о которой говорил проводник. Ливень, вихрь, громовые раскаты молний продолжались с удвоенной силой. Я весь дрожал в промокшей одежде, и мне пришлось оставаться в этом нестерпимом положении несколько часов. Вдруг мне показалось, что я вижу факелы, мелькающие на дне ущелья, и слышу какие-то голоса. Я подумал, что это мои люди, стал их звать, и вскоре увидел молодого человека благообразной наружности в сопровождении нескольких слуг. Некоторые из них несли факелы, а другие узлы с одежды. Юноша весьма почтительно поклонился мне и сказал «Сеньор Ромати, мы челядинцы принцессы Монте-Солярно». Проводник, которого ты взял в Монте-Бручье, сообщил нам, что ты заблудился в горах, и мы пришли к тебе по приказу принцессы. Не угодно ли надеть вот эту одежду и отправиться с нами в замок? Как, ответил я. Вы хотите отвезти меня в этот пустой замок на самой вершине горы? Ничуть не бывало, возразил юноша. Ты увидишь роскошный дворец, от которого мы находимся недалеко в двухстах шагах. Я подумал, что на самом деле какая-то неаполитанская принцесса имеет поблизости дворец, переоделся и поспешил за моим молодым проводником. Вскоре я оказался перед порталом из черного мрамора, но так как факел не освещал всего здания, я не мог как следует его рассмотреть. Юноша остановился внизу возле лестницы, я уже один поднялся вверх и на первом повороте увидел женщину необычайной красоты, которая сказала мне «Синьор Ромати, принцесса Монте-Салерна поручила мне показать тебе все красоты своего жилища». Я ответил, что если судить о принцессе по ее женской свите, то она, конечно, превосходит все, что можно вообразить. В самом деле проводница моя отличалась такой совершенной красотой и такой великолепной фигурой, что, увидев ее, я сразу подумал, что уж не сама лето принцесса, я обратил внимание и на ее наряд, такие наряды можно увидеть на портретах прошлого века, но подумал, что так одеваются неаполитанские дамы, возродившие эту старинную моду. Сперва мы вошли в комнату, где все было из литого серебра, паркет состоял из серебряных квадратов, среди которых одни были блестящие, а другие матовые, обои на стенах тоже из литого серебра имитировали камку, фон блестящий, а рисунок матовый, плафон напоминал покрытые резьбой потолки старых замков, панели, бордюры, обоев на стене, канделябры, косяки и створки дверей были совершенством вояний и резьбы. Синьор жамати, промолвила придворная дама, ты уделяешь слишком много времени этим пустякам. Это всего лишь прихожая, предназначенная для слуг принцессы. Я ничего не ответил, и мы вошли в другую комнату, по виду сходную с первой, с той лишь разницей, что если там все было из серебра, то здесь все золотистое, с украшениями из того черненого золота, которое было в моде 50 лет тому назад. Эта комната продолжала незнакомка для придворных, дворецкого и других должностных лиц нашего двора, а в апартаментах принцессы ты не увидишь ни золота, ни серебра. Там царит простота. Ты можешь судить об этом хотя бы по столовой. С этими словами она отворила боковую дверь. Мы вошли в залу, стены которые были покрыты цветным мрамором, а под потолком вокруг шел барельеф, искусно высеченный из белого мрамора. В глубине в роскошных шкафах стояли вазы из горного хрусталя и чаши прекраснейшего индийского фарфора. оттуда мы вернулись в комнату для придворных и прошли в гостиную. Вот это зало, промолвила дама, конечно, тебя удивит. Действительно. Я остановился словно ослепленный и сперва начал рассматривать паркет из лепис лазури, инкрустированный камешками на флорентийский манер. Одна плита такой мозаики поглощает несколько лет работы. Узоры отдельных плит составляли гармоническое целое образуя общий основной мотив, но присмотревшись ближе к каждой в отдельности, глаз обнаруживал бесконечное разнообразие отличительных особенностей, не нарушавшие однако впечатление общей симметрии. В самом деле, хотя характер рисунка всюду был одинаковый, здесь были изображены чудные пестрые цветы, там раковина, отливающая всеми цветами радуги, там бабочки, там райские птички, драгоценнейшие камни пошли на подражание тому, что только есть в природе самого очаровательного. В центре великолепного паркета находилась композиция из разноцветных дорогих камней, окруженная нитями крупного жемчуга. Узор казался выпуклым, как барельеф и напоминал искусные флорентийские мозаики. Синьор Ромати, сказала незнакомка, если ты будешь все так подолгу рассматривать, мы никогда не кончим. Тут я поднял глаза и увидел картину Рафаэля, представляющую, видимо, первый эскиз его афинской школы, но, писанная маслом, она поражала яркостью красок. Потом я увидел Геркулеса у ног Амфалы, фигура Геркулеса принадлежала кисти Микеланджело, в женском образе я узнал манеру Гвидо. Одним словом, любая картина совершенством своим превосходила все виденное мной раньше. Стены залы были обиты гладким зеленым бархатом, превосходно выделявшим красоту живописи. По обе стороны каждой двери стояли статуи немного меньше натуральной величины. Их было целых четыре. Знаменитый Проксителев Эрот, которого Фрина потребовала себе в дар сатир того же мастера, подлинная Афродита Проксителя, по отношению к которой Венера Медицейская является лишь копией, наконец, несказанно прекрасной антиной. Кроме того, в окнах стояли мраморные группы. По стенам гостиной были расставлены комоды с выдвижными ящиками, украшенными вместо бронзы мастерскими ювелирными изделиями, с вделанными в них камеями, какие можно найти только в королевских коллекциях. В ящиках хранились собрания золотых монет, расположенные в предписанном наукой порядке. «Здесь», сказала моя путеводительница, «хозяйка замка проводит послеобеденные часы». Рассматривание этих коллекций дает повод для беседы столь же занимательной, сколь и поучительной, но впереди еще много такого, что заслуживает осмотра, так что пойдем. И мы вошли в спальню. Это была восьмиугольная комната с четырьмя альковами и в каждом роскошная широкая постель. Здесь не было видно ни панели, ни обоев, ни потолка. Раскинутый с изысканным вкусом, все покрывал индийский муслин, расшитый искусными узорами и такой тонкий, что его можно было принять за туман, сотканный в легкую ткань самой арахной. «Ах, для чего четыре ложа?» спросил я. «Чтобы можно было переходить с одного на другое?» «Если жара не дает заснуть?» ответила незнакомка. «Ах, почему эти ложи такие широкие?» подумав, опять спросил я. «Иногда принцессу мучает бессонницу, и она зовет своих дам, но перейдем в купальню». Это была круглая комната, выложенная перламутром с каймой из кораллов. Под потолком тянулась нить крупного жемчуга, поддерживавшая вместо драпировки бахрому из драгоценных камней одинакового размера и вида. Потолок был стеклянный, и сквозь него виднелись плавающие над ним китайские золотые рыбки. Вместо ванны посреди комнаты находился круглый бассейн, обложенный искусственной пенкой, в которой сияли раковины. При виде этого я больше не мог скрывать своего изумления и воскликнул «О, сеньор, рай земной ничто по сравнению с этим дивным зрелищем». «Рай земной?» воскликнула молодая женщина в ужасе. «Рай? Ты что ты сказала о рае? Пожалуйста, сеньор Ромати, не прибегай к таким выражениям, очень тебя прошу. А теперь пойдем дальше». Тут мы перешли в птичник, полный тропическими птицами всех видов и всеми милыми певцами наших каев. Там стоял стол, накрытый для меня одного. «Неужели ты допускаешь?» сказал я прекрасной путеводительнице, что можно думать о еде, находясь в этом божественном дворце. Вижу, что ты не собираешься разделить со мной трапезу, а я со своей стороны не решусь сесть за стол. Разве только при условии, что ты согласишься сообщить мне кое-какие подробности о принцессе, обладательнице всех этих чудес. Молодая женщина с очаровательной улыбкой подала мне кушанье, села и начала. История принцессы Монте-Салерно. Я дочь последнего принца Монте-Салерно. Как ты, сеньора? Я хотел сказать Монте, но не перебивай меня. Принц Монте-Салерно из древнего рода независимых принцев Салерно был испанским грандом, главнокомандующим, великим адмиралом, старшим конюшем, старшим мажордомом, старшим ловчим. Одним словом, соединяло в лице своем все высшие должности неаполитанского королевства. Хоть сам он состоял на королевской службе, однако среди его собственных придворных было немало дворян, даже титулованных. Среди последних находился маркиз Спиноверде, первый придворный принц, пользовавшийся его безраздельным доверием наравне с женой своей маркизой Спиноверде, первой дамой в свете принцессы. Мне было десять лет. Я хотел сказать, что единственной дочери принца Монте-Салерно было десять лет, когда умерла ее мать. Тогда муж и жена Спиноверде покинули дом принца, чтобы заняться управлением имениями, а она моим воспитанием. Они оставили в Неаполе свою старшую дочь Лауру, занимавшую при принце довольно двусмысленное положение. Маркиза Спиноверде и юная принцесса переехали на жительство в Монте-Салерно. Воспитанием Эльфриды занимались не очень усиленно, а больше старались вымуштровать ее прислужниц, приучая их исполнять малейшие мои капризы. Твои капризы, сеньора, воскликнул я. Не перебивай меня, сеньор. Я уже просила тебя об этом, ответила она с раздражением, а потом продолжала. Я любила подвергать терпение моих прислужниц всякого рода испытаниям. Поминутно я давала им противоречивые приказания, едва ли половину которых они были в состоянии исполнить, а за нерасторопность щипала их или колола им руки и ноги булавками. Вскоре все они меня оставили. Маркиза прислала мне других, но и те не могли долго выдержать. В это время мой отец тяжело заболел, и мы поехали в Неаполь. Я мало его видела, но оба спинаверде не отходили от него ни на минуту. В конце концов, он умер, в завещании своем, назначив маркиза единственным опекуном своей дочери и управляющим всех ее имений. Похороны задержали нас на несколько недель, после чего мы вернулись в Монте-Солярно, где я опять стал щипать моих прислужниц. Четыре года прошли в этих невинных развлечениях, которые были для меня тем приятнее, что маркиза всякий раз признавала меня правой, утверждая, что весь мир существует для моих услуг, и что нет достаточно суровой кары для ослушниц. Но однажды все служительницы одна за другой покинули меня, и вечером мне пришлось раздеваться самой. Я заплакала от злости и побежала к маркизе, которая сказала, милая, дорогая принцесса, осуши свои красивые глазки, я сама тебя сегодня раздену, а завтра приведу тебе шесть женщин, которыми ты, я уверена, будешь доволен. На другой день после того, как я проснулась, маркиза представила мне шесть молодых и очень хорошеньких девушек, при виде которых я испытала какое-то волнение. Они тоже показались мне взволнованными. Я первая овладела собой, спрыгнула в одной рубашке с постели, обняла их всех по очереди и уверила, что никогда не буду ни щипать, ни бронить их. В самом деле, хоть они, одевая меня, порой отбитывали неловко и осмеливались меня не слушать, я на них никогда не северил. Но, сеньора, сказал я принцессе, кто знает, не были ли эти молоденькие девушки переодетые юноши. Принцесса с гордым видом ответила, сеньора, мать, и опросила не перебивать меня и продолжала. В день моего шестнадцатилетия ко мне явились знатные посетители. Это были государственный секретарь, испанский посол и герцог Гвадарама. Последний приехал просить моей руки, а другие двое лишь сопутствовали ему, чтобы поддержать его просьбу. Молодой герцог был очень хорош с собой и, не буду отрицать, произвел на меня большое впечатление. Вечером мы вышли погулять в сад. Не успели мы сделать несколько шагов, как из-за деревьев выскочил и устремился прямо на нас разъяренный бык. Герцог преградил ему дорогу с плащом в одной руке и шпагой в другой. Бык на мгновение остановился, но сейчас же ринулся на герцога и упал пронзенный его клинком. Я подумала, что обязана жизнью, отваге и самоотверженность молодого герцога, но на другой день узнала, что его конюх нарочно подвел к нам быка, и что хозяин его по обычаям своей родины, хотел таким способом доказать мне свою преданность. Тогда вместо благодарности я рассердилась за тот испуг, который он не причинил, и отвергла его предложение. Поступок мой несказанно обрадовал маркизу. Она воспользовалась этим случаем, чтобы пояснить мне все преимущества свободы и подчеркнуть все лишения, которые мне пришлось бы терпеть стал замужним. Вскоре после этого тот же самый государственный секретарь приехал к нам с другим послом, владетелем герцогом Нудельгандсбергским. Этот искатель был высокий, нескладный, толстый, светловолосый, бледный до синевы, и старался развлечь меня разговорами о майоратах, которыми он владеет в управляемых габсбургами землях Германской империи, но говорил по-итальянски со смешным тирольским акцентом. Я начала передразнивать его выговор, и с тем же самым акцентом стала его уверять, что ему необходимо все время находиться в своих наследственных майоратах. Немецкий герцог уехал в большой обиде на меня. Маркиза осыпала меня ласками, и чтобы сильнее привязать к Монте-Салерно, приказала создать все это великолепие, которым ты тут дивился. О, в самом деле получилось великолепно, воскликнул я. Этот чудный дворец вполне можно назвать земным раем. Услышав эти слова, принцесса с раздражением встала и промолвила. Синьор, Ромати, я тебя просила больше не употреблять этого выражения. После чего она засмеялась, но странным судорожным смехом, протяжно повторяя «Да, раем, земным раем», нашел о чем говорить, о рае. Стена становилась неприятной. Наконец, принцесса приняла прежний строгий вид и, устремив на меня грозный взгляд, приказала следовать за ней. Тут она отворила дверь, и мы оказались в большом подземелье, в глубине которого поблескивало как бы серебряное озеро в действительности, состоявшее из ртути. Принцесса хлопнула в ладоши, и я увидел лодку, управляемую желтым карликом. Мы вошли в лодку, и только тут я понял, что у Карлы лицо золотое, глаза бриллиантовые, а губы коралловые. Словом, это был автомат с неслыханным проворством, разрезавший маленькими веслами волны ртути. Этот невиданный перевозчик высадил нас у подножия скалы, которая раскрылась, и мы вошли опять в подземелье, где тысячи других автоматов представили нам изумительнейшее зрелище. Павлины распускали усеянные драгоценными камнями хвосты, попугаи с изумрудными перьями летали у нас над головой, негры из черного дерева приносили нам на золотых блюдах вишни из рубинов и виноградные кисти из сапфиров, бесчисленное количество изумительных предметов наполняло эти чудесные своды, конец которых был недоступен глазу. Тут сам не знаю почему, у меня опять возникло желание повторить это злосчастное сравнение с раем, чтобы проверить, как принцесса отнесется к нему на этот раз. Поддавшись коварному соблазну, я сказал, действительно, можно сказать, что сеньора владеет раем земным. Однако принцесса с очаровательной улыбкой ответила, чтобы ты мог лучше судить о приятности этого жилища, я представлю тебе шесть своих слуг. С этими словами она вынула из-за пояса золотой ключ и открыла огромный сундук, крытый черным бархатом с серебряными украшениями. Когда крышка открылась, из сундука вышел скелет и с угрожающим видом направился ко мне. Я обнажил шпагу, но скелет, вырвав у себя левую руку, пустил ее в ход как оружие и с ожесточением напал на меня. Я оказал довольно сильный отпор, но в это время из сундука вылез другой скелет, выломал у первого ребро и со всей силой ударил меня этим ребром по голове. Я схватил его за шею, но он обнял меня костистыми руками и чуть не повалил на землю. В конце концов мне удалось от него освободиться, но тут из сундука вылез третий скелет и присоединился к первым двум. За ним показались еще три. Тогда, потеряв надежду одержать победу в такой неравной борьбе, я упал на колени перед принцессой и попросил у нее пощады. Принцесса приказала скелетам вернуться в сундук, а потом сказала, Ромати, запомни на всю жизнь то, что ты увидел здесь, и стиснула мне руку выше локтя так, что меня прожгло до самой кости, и я упал без чувств. Не знаю, как долго оставался я в этом положении, наконец, очнувшись, услыхал где-то поблизости молитвенное пение. Я видел, что лежу среди больших развалин, хотел из них выбраться и забрел во внутренний двор, где увидел часовню и монахов, поющих за утренню. По окончании службы приор позвал меня в свою келью. Я пошел и, стараясь собраться с мыслями, рассказал ему все, что видел в эту ночь. Когда я кончил свое повествование, приор промолвил, сын мой, ты не смотрел, не оставила ли принцесса каких-нибудь знаков на твоей руке? Я засучил рукав, и в самом деле оказалось, что рука выше локтя обожжена и на ней след от пяти пальцев принцессы. Тогда приор, открыв стоявший возле его кровати ларец, достал оттуда какой-то старый пергаментный свиток. «Это булла о нашем основании», сказал он. «Она объяснит тебе то, что с тобой сегодня случилось». Я развернул свиток и прочел ниже следующее «Лето Господне 1503-го в 9-й год правления Фредерико короля Неаполя и Сицилии Эльфрида Монте-Салерно, доведя безбожие свое до крайних пределов, во всеуслышание похвалилась, будто владеет подлинным раем, и отреклась от того рая, который ждет нас в будущей жизни». Между тем однажды ночью с четверга на пятницу на Страстной землетрясение поглотило дворец ее, развалины которого стали жилищем сатаны, где враг рода человеческого поселил тучу злых духов, преследующих тысячи обманов того, кто отваживается приблизиться к Монте-Салерно и даже проживающих в окрестностях благочестивых христиан. На основании сказанного мы, пий, третий раб рабов божиих и прочее, разрешаем заложить среди означенных развалин малую церковь. Я уже забыл, чем кончается Булла. Помню только, что по утверждению Приора наваждения стали гораздо реже, но иногда все-таки бывают, особенно в ночь с четверга на пятницу на Страстной. В то же время он посоветовал мне заказать несколько мест за упокой души принцессы и самому их отстоять. Я исполнил его совет, после чего пустился в дальнейший путь, но печальная память о собой тех, кто и несчастной ночи осталась у меня навсегда. Я ничем не могу ее истребить. Кроме того, у меня болит рука. С этими словами Ромати обнажил руку выше локтя, и мы увидели на ней ожоги следы от пальцев принцессы. Тут я прервал вожака, сказав, что, просматривая у каббалиста повествование Хапелиуса, нашел там происшествие, очень похожее на это. Может быть, Ромати заимствовал свою историю из этой книжки, заметил вожак, а может быть, целиком выдумал ее. Как бы то ни было повествование, его сильно оживило во мне дух странствия и в особенности надежду самому пережить столь же необыкновенные приключения, хоть это и осталось только надеждой, но такова сила впечатлений, полученных в юные годы, что мечты эти долго бродили у меня в голове, и я никогда не мог от них вполне освободиться. Синьор Пандесовна, сказал я, разве ты не намекал мне, что с тех пор, как живешь в этих горах, видел такие вещи, которые тоже можно назвать чудесными? В самом деле я видел вещи, напоминающие историю Джулио Ромати. В эту минуту один цыган прервал нашу беседу, и так как выяснилось, что у Пандесовны много дела, я взял ружье и пошел на охоту. Преодолел несколько холмов и бросил взгляд на раскинувшуюся у моих ног долину, как будто узнал издали роковую виселицу двух братьев золота. Это зрелище пробудило во мне любопытство, я прибавил шагу и в самом деле оказался возле виселицы, на которой, как обычно, висели оба трупа. Я с ужасом отвернулся и пошел угнетенный обратно в табор. Вожак спросил меня, куда я ходил, я ему ответил, что дошел до виселицы двух братьев золота. Из-за сталых обоих висящими, спросил цыган. Как, как? В свою очередь, спросил я, разве они имеют обыкновение отвязываться? Очень часто отвязываются, ответил вожак, особенно по ночам. Эти слова совсем расстроены меня. Значит, я снова нахожусь в соседстве с двумя проклятыми страшилищами. Я не знал оборотни это или выдуманные мной страхи, но так или иначе их надо было опасаться. Печаль терзала меня весь остаток дня. Я ушел спать, неужиная, и всю ночь мне снились одни только ведьмы, оборотни, злые духи, домовые и висельники. День четырнадцатый. Цыганки принесли мне шоколад и сели со мной завтракать. Потом я опять взял ружье и сам не понимаю, какая несчастная рассеянность направила меня к виселице двух братьев Зото. Я застал их отвязанными. Вошел в ограду и увидел оба трупа лежащими рядом на земле, а между ними молодую девушку, в которой узнал Ревекку. Как можно осторожнее я разбудил ее, однако зрелище, которого я не мог заслонить, ввергло ее в состояние невыразимой скорби. У нее начались судороги, она заплакала и лишилась чувств. Я взял ее на руки и отнес к ближайшему источнику. Там обрызгал ей лицо водой и понемногу вернул ее к сознанию. Никогда не решился бы я спросить ее, каким образом оказалась она под виселицей, но она первая заговорила об этом. Я предвидела, что твое умолчание будет иметь для меня губительные последствия. Ты не захотел рассказать нам о своих приключениях, и я подобно тебе стала жертвой этих проклятых оборотней, чьи гнусные проделки свели на нет продолжительные усилия моего отца доставить мне без смерти. до сих пор не могу еще объяснить тебе все ужасы этой ночи. Однако постараюсь припомнить их и дам тебе в них отчет, но ты меня не поймешь, если я не начну с самого начала моей жизни. Немного подумав, Ревекка начала так. История Ревекки. Мой брат рассказывая тебе свою жизнь отчасти познакомил тебя и с моей. Отец наш предназначал его в мужья двум дочерям царицы Савской, а относительно меня он хотел, чтобы я вышла за двух гениев, движущих созвездием близнецов. Брат, которому льстил такой великолепный брак, удвоил прилежание к каббалистическим наукам. Я же чувствовала нечто противоположное. Я испытывала такой страх при мысли о том, чтобы стать женой сразу двух гениев, и это так меня угнетало, что я не могла сложить двух стихов на каббалистический лад. Все время откладывала работу до завтрашнего дня и кончила тем, что почти совсем забыла это искусство, столь же трудное, сколь и опасное. Брат мой вскоре заметил мою нерадивость и осыпал меня самыми горькими упреками. Я обещала ему исправиться, не намереваясь однако сдержать обещание. В конце концов, он пригрозил мне, что изобличит меня перед отцом. Я стала просить пощады, тогда он обещал подождать до следующей субботы, но так как я к этому времени ничего не сделала. Он в полночь вошел ко мне, разбудил меня и сказал, что сейчас же вызовет тень нашего отца, страшного мамуна. Я упала ему в ноги, умоляя сжалиться, но напрасно. Я услыхала, как он произнес грозное заклинание и изобретенное когда-то аэндорской волшебницей тотчас показался мой отец на троне из слоновой кости. Гневный взгляд его пронзил меня ужасом. Я подумала, что не переживу первого слова, вышедшего из его уст, но все же услышала его голос. Боже, Авраама! Он произнес страшное проклятие. Я не повторю тебе его слов. Тут молодая израильтянка закрыла лицо руками и, видимо, задрожала при одном воспоминании об этой ужасной сцене. Наконец она пришла в себя и продолжала. Я не слышала, что еще сказал отец, так как очнулась уже после того, как он кончил говорить. Очнувшись, я увидела брата, подающего мне книгу Сиферот. Мне захотелось снова потерять сознание, но надо было подчиниться приговору. У моего брата, хорошо знавшего, что мне надо начать сперва снов, нашлось довольно терпение, чтобы напомнить мне их все одну за другой. Я начала со складывания слогов, потом перешла к заклинаниям. Мало-помалу возвышенная наука эта совсем меня очаровала. Я проводила ночи напролет в кабинете, служившем отцу моему обсерватории, и шла спать только когда исследования мои прерывал дневной свет, я валилась с ног от усталости. Моя младкая Зулейка раздевала меня. Я сама не знаю когда. Поспав несколько часов, я возвращалась к занятиям, для которых совсем не была создана, как ты скоро увидишь. Ты знаешь Зулейку, и, наверное, заметил, до чего она хороша собой. Из глаз ее строится сладость, на губах играет упоительная улыбка, тело поражает совершенством форм. Однажды утром, возвращаясь из обсерватории, я долго не могла ее дозваться, чтобы она пришла и раздела меня. Тогда я вошла к ней в комнату, соседнюю с моей спальней, и увидела, что она, высунувшись в окно полуголая, делает знаки кому-то на другой стороне долины и посылает страстные поцелуи, вкладывая в них, казалось, всю свою душу. До тех пор я не имела ни малейшего представления о любви. Выражение этого чувства впервые поразило мой взор. Оно так потрясло, прельстило меня, что я застыла на месте, как вкопанное. Зулейка обернулась. Яркий румянец проступил сквозь ореховый цвет ее лица и разлился по всему ее телу. Я тоже покраснела, а потом вдруг побледнела. Я почувствовала, что теряю сознание. Зулейка подбежала, схватила меня в свои объятия и сердце ее бьюще и са тут же возле моего пробудило во мне такую же тревогу, которая владела ее чувствами. Младка поспешно раздела меня и, уложив в постель, ушла, как мне показалось обрадованная и с еще большим удовольствием заперла за собой дверь. Вскоре я услышала мужские шаги. Кто-то вошел к ней в комнату, быстрым, хоть и невольным движением я выскочила из постели, подбежала к двери, приложила глаза к замочной скважине. Я увидела молодого мулата Танзайи с корзинкой цветов в руках. Зулейка побежала ему навстречу, взяла целую горсть цветов, прижала их к груди. Танзайи подошел, чтобы подышать их ароматом, смешанным со вздохом его возлюбленной. Я отчетливо видела, как Зулейка задрожала, причем меня тоже охватила дрожь. Подняла на него томные глаза и упала в его объятия. Я бросилась на постель, облила ее слезами, рыдания перехватили мне дух. Я с мучительной болью воскликнула, о, моя 112-я прабабка, имя которой я ношу чувствительная и нежная жена Исаака. Если слона своего тестя, лона Авраамова, ты видишь, в каком состоянии я нахожусь, умоли тень мамона и скажи ему, что дочь его недостоин той чести, которую он ей уготовал. Эти стоны разбудили моего брата. Он вошел ко мне и, думая, что я заболела, дал мне успокаивающее лекарство. Он пришел еще раз в полдень, и, обнаружив, что у меня учащенный пульс, сказал, что согласен взять на себя продолжение моих каббалистических трудов. Я с благодарностью приняла это предложение, так как сама была не способна ни на что. К вечеру я заснула и видела сны, совсем не похожие на те, что слетали ко мне до тех пор, а на другой день грезила наяву или, вернее, была такая потерянная, что сама не знала, что говорю. Взгляды брата почему-то заставляли меня краснеть. Так прошла неделя. Однажды ночью брат вошел ко мне в комнату. Под мышкой он держал книгу «Сефирот», «Сефирот», а в руке перевязь с созвездиями, на которой было выписано 72 названия, данных за растром созвездию близнецов. Редекка, сказал он мне, Редекка, выйди из этого состояния, которое тебя унижает. Пора тебе испробовать свою власть над духами стихий. «Это перевязь с созвездиями оградит тебя от их нападений. Выбери на окружных горах место, какое сочтешь более подходящим для твоих действий, и помни, что вся твоя судьба зависит от них». Сказав это, брат вывел меня за ворота замка и запер их со мной. Оставшись одна, я призвала на помощь все свое мужество. Ночь была темная, я в одной рубашке, босая, с распущенными волосами, с книгой в одной руке и магической перевязью в другой. Я направила свои шаги к горе, которая показалась мне ближе других. Какой-то пастух хотел меня схватить, я оттолкнула его рукой, в которой держала книгу, и он упал трупом у моих ног. «Это не покажется тебе удивительным, если ты узнаешь, что переплет моей книги был вырезан из древа ковчега, который имеет свойство уничтожать все, чего не коснется. Солнце уже начало вставать, когда я поднялась на вершину, которую выбрала для своих опытов. Однако начать их я смогла только на другой день в полной. Я спряталась в пещеру, где оказалась медведица с несколькими медвежатами, она бросилась на меня, но переплет книги и на этот раз сделал свое дело. Растверепевший зверь упал у моих ног. Торчащие сосцы ее напомнили мне о том, что я умираю от жажды, а еще не имею в своем распоряжении ни одного гения, ни даже блуждающего духа. Решив приспособляться к обстоятельствам, я легла на землю и утолила жажду молоком медведицы. Благодаря остаткам тепла, сохранившимся в теле зверя, эта пища показалась мне не такой противной, но вскоре явились медвежата и потребовали свою долю. Представь тебе шестнадцатилетнюю девушку, никогда до тех пор не оставлявшую родного дома и вдруг оказавшуюся в таком ужасном положении. Правда, в руке у меня было страшное оружие, но я не имела привычки им пользоваться, и малейшая неосторожность могла обратить его против меня. Между тем я заметила, что трава сохнет у меня под ногами, воздух накаляется, птицы падают мертвыми на лету. Я поняла, что духи, зная о том, что должно наступить, уже начинают собираться вокруг. Ближайшее дерево само собой загорелось, окуталось клубами дыма, которые вместо того, чтобы подниматься сверху, окружили мою пещеру и погрузились в его тьму. Лежащая у моих ног медведица, казалось, оживает. Глаза ее загорелись огнем, который на мгновение рассеял тьму. В это мгновение испасть ее выстрел из моей души. Мемраэль, дух низшего достоинства, предназначенный для моих услуг. Вскоре после этого я услышал разговор на языке эгрегоров, наиболее известных падших ангелов, и поняла, что они составляют мне почетный эскорт при первом моем выходе в мир посредствующих творений, языках тот самый, на котором Енох написал свою книгу, над которой я много думала. Наконец явился князь и решала читать про себя. Ты прекрасно понимаешь, Альфонс, что я не в состоянии передать тебе все, что со мной было, да ты и не понял бы. Скажу только, что я преобладно покинялась над духами, и меня научили приемом, которые давали мне возможность познакомиться с небесными близнецами. К этому времени брат мой увидел кончики ног дочерей Соломона. Я стала ждать, когда солнце войдет в знак близнецов. С этого дня, или вернее с этой ночи, я приступила к делу. Я напрягла все силы, чтобы достичь цели, и не могла остановиться, продолжая действовать до глубокой ночи, так что в конце концов меня одолел сон, с которым я была уже не в состоянии бороться. На другой день, посмотрев в зеркало, я увидела две стоящие позади меня человеческие фигуры. Обернулась, но они исчезли. Опять кинула взгляд в зеркало, и опять та же картина. Зрелище было совсем не страшное, стояли два юноши, ростом немного выше обычного человеческого, плечи шире и слегка округлее, чем у женщины, грудь тоже женской формы, но кроме этого, ни тот, ни другой не отличались от мужчин. Вытянутые руки прижаты к бедрам, как мы видим у египетских статуй, голубовато-золотые волосы не спадали локонами на плечи. Я уже не говорю о чертах лица, постарайся сам представить себе красоту этих полубогов, а это в самом деле были небесные близнецы. Я узнала их по маленьким язычкам огня, поблескивающим над их головами. «Как же были одеты эти полубоги?» спросил я Ревекку. «На них совсем не было одежды», ответила она. «У каждого было по четыре крыла, из которых два росли из плеч, а два около пояса. Хотя крылья эти были прозрачные, как у мух, но искры, серебра и золота, которыми они были затканы, достаточно заслоняли все, что могло бы задеть мою стыдливость. «Это и есть», подумала я, те двое небесных юношей, которым я предназначена в жены. Внутренне я не могла удержаться от сравнения их с Мулатом, который так пламенно любил Зулейку, но вспыхнула при этой мысли, поглядела в зеркало, и мне показалось, что полубоги смотрят на меня гневно, словно угадав мои мысли и оскорбивши в течение нескольких дней я боялась смотреть в зеркало, наконец отважилась. Божественные близнецы, сложив руки на груди нежными и ласковыми взглядами, рассеяли мою боязнь, но я не знала, что им сказать. Чтобы выйти из затруднения, я пошла за тем творением Эдриса, которое вы называете Атласом. Это самая прекрасная поэзия, которую мы имеем. В звуке стихов Эдриса отражается гармония небесных тел. Я недостаточно знакома с языком этого автора, поэтому боюсь, что дурно читаю, украдкой смотрела в зеркало, чтобы уловить впечатление, которое я произвожу на слушателей, я могла быть вполне довольна. Туамимы обменивались взглядами, полными одобрения по моему адресу, а порой бросали в зеркало взгляды, приводившие меня в сильное волнение. Тут в мою комнату вошел брат. И видение исчезло. Он заговорил о дочерях Соломона. Он созерцал только кончики их ног. Видя, что он весел, я поделилась с ним своей радостью, тем более, что испытывала какое-то до то ли неведомое чувство. Внутреннее волнение, всегда связанное с каббалистическими действиями, уступил место сладкой эстоме, об упорительности которой я до сих пор не имела понятия. Брат велел открыть ворота замка, запертые с той поры, как я ходила на гору, и мы предались удовольствию прогулки. Окрестность казалась мне опировательной, поля играли ярчайшими красками. Я заметила в глазах брата огонь, нисходный с тем, какой горел в них прежде и был вызван страстью к наукам. Мы вошли в апельсиновую рощу. Он пошел мечтать в одну сторону, я в другую, и мы вернулись полны чарующими мыслями. Зулейка, раздевая меня, принесла зеркало. Видя, что я не одна, я велела его унести, действуя по обычаю страуса, коли сама не вижу, так и меня не увидят. Легла и заснула, но вскоре воображением моим овладели пристранные сны. Мне приснилось, будто в бездне небес я вижу две яркие звезды, величественно движущиеся по зодиакальному кругу. Вдруг они свернули со своего пути и через минуту показались снова, влача за собой небольшую туманность из созвездия возничего. Три эти небесные тела побежали вместе воздушной дорогой, потом остановились и приняли форму огненного метеора, вслед затем засверкали в виде трех светлых колечек и после долгого окружения порознь слились в одном пламени. Наконец, превратились в огромный нимб или ореол, окружающий трон из сапфиров. На троне сидели близнецы, протягивая ко мне руки и указывая место, которое мне надлежало занять между ними. я хотела кинуться к ним, но в это мгновение мне показалось, что Мулат Танзайи схватил меня за талию и держит. В самом деле, я почувствовала сильное сжатие и сразу проснулась. В комнате царел мрак, но сквозь дверные щели я увидела в комнате зулейки свет. Услыхала ее вздохи и решила, что она заболела. Надо было окликнуть ее, но я этого не сделала. Я не знаю, какая злосчастная опрометчивость заставила меня снова подбежать к замочной скважине. Я увидела Мулата Танзайи и Зулейку, предающихся утехам, приведшим меня в содрогание. У меня потемнело в глазах, и я потеряла сознание. Когда я открыла глаза, Зулейка и брат мой стояли у моей постели. Я кинула на мулатку испепеляющий взгляд и запретила ей показываться мне на глаза. Мой брат спросил меня о причине такой суровости. Сгорая со стыда, я рассказала ему обо всем, что видела ночью. На это он ответил, что накануне сам их поженил. Но ему теперь досадно, что он не предвидел того, что произошло. Правда, только зрению моему нанесен ущерб. Однако его очень тревожила необычайная гневливость Таамимов. Что касается меня, то я утратила все чувства, кроме стыда, и готова была лучше умереть, чем взглянуть в зеркало. Брат не знал какой характер приняли мои отношения с Таамимами, но понимал, что я им не чужая. И видя, что я предаюсь все более глубокой печали, опасался, как бы я не прекратил начатых действий. Солнце должно было уже выйти из созвездия близнецов, и он нашел нужным предупредить меня об этом. Я очнулась от сна и задрожала при мысли, что больше не увижу моих полубогов, разлучусь с ними на 11 месяцев, даже не зная, какое место занимаю в их сердцах. И не стало ли совершенно недостойно их внимания, я решила пойти в верхнюю комнату замка, где висела венецианское зеркало высотой в 6 локтей, а для храбрости взяла книгу Эдриса с поэмой о и стала читать вслух. Потом, остановившись и повысив голос, осмелилась спросить Таамимов, были ли они свидетелями всех этих чудес. Тогда венецианское зеркало снялось со стены и встало передо мной. Я увидела в нем Таамимова. Они приветливо улыбались мне и наклонили голову в знак того, что на самом деле присутствовали при сотворении мира, и все в действительности было так, как пишет Эдрис. Тут во мне появилась отвага, я закрыла книгу и погрузила свой взгляд в глаза моих божественных возлюбленных. Эта минута самозабвения могла мне дорого стоить. Слишком еще много было во мне человеческой природы, чтобы я могла вынести такое близкое соприкосновение с ними. Пламя, блиставшее в их глазах, чуть не испепелило меня. Я опустила глаза и, придя немного в себя, стала читать дальше. Взгляд мой упал как раз на вторую часть, где описываются любовные утехи сынов Элаима с дочерьми человеческими. Невозможно представить себе, как любили в первые века после сотворения мира. Читая эти яркие описания, я часто запиналась, не понимая, что говорит поэт. Тогда глаза мои невольно обращались к зеркалу, и мне казалось, то Амимы все с большим удовольствием слушают мой голос. Они протягивали ко мне руки и приближались к моему креслу, раскинули свои великолепные крылья за плечами. Я заметила также легкую дрожь тех крыльев, которые были у них возле бедер. Боясь, как бы они их не распахнули, я закрыла глаза одной рукой и в ту же минуту почувствовала на ней поцелуй, так же, как на другой, лежавшей на книге. Потом я вдруг услышала, как зеркало разлетелось на тысячу мелких осколков. Я поняла, что солнце вышло из созвездия близнецов, и они таким образом со мной прощались. На другой день я в другом зеркале увидела, как бы две тени или скорее два легких силуэта моих божественных возлюбленных. Через день все исчезло. После этого я, чтобы разогнать тоску, стала проводить ночи в обсерватории и, приложив глаз к телескопу, следила за моими возлюбленными до самого их исчезновения. Они были давно уже ниже горизонта, а я все воображала, будто их вижу. И только когда хвост рака исчезал из моих глаз, я шла спать, и чья-то постель моя была облита невольными слезами, причину которых я сама не могла назвать. Между тем брат мой исполненный любви и надежды усерднее, чем когда-либо отдавался изучению тайных наук. Как-то раз он пришел ко мне. По его словам, верные знаки, которые он видел на небе, сказали ему, что знаменитый адепт, уже 200 лет проживающий в пирамиде Сеуфиса, едет в Америку и 23 числа месяца Тиби в 7 часов 42 минуты проедет через Кордову. В тот же вечер я пошла в обсерваторию и убедилась, что он прав, только мои вычисления дали другой итог. Брат отстаивал свои выводы, а так как не привык менять мнение, то решил сам ехать в Кордову и доказать, что не он, а я заблуждаюсь. Чтобы осуществить свою поездку, брату хватило бы того времени, какое мне требуется для произнесения этих слов, но он хотел получить удовольствие от прогулки и поехал через горы, где красивые виды сулили ему больше впечатлений. Так он попал в Венте Кемаду. В путь он взял с собой того самого духа, который показывался тебе в пещере и велел ему принести ужин. Мемраэль похитил яство приора бенедиктинцев и принес их в Венте Кемаду. После этого мой брат, больше не нуждаясь в Немраэле, отослал его ко мне. Я была тогда как раз в обсерватории и заметила на небе знаки, которые заставили меня встревожиться за судьбу брата. Я велела Немраэлю лететь обратно в Венте Кемаду и не отходить от него ни на шаг. Тот полетел, но скоро вернулся ко мне с сообщением, что власть, превышающая его собственное могущество, не позволила ему проникнуть внутрь трактира. Тревога моя дошла до крайнего предела. Наконец я увидела возле моего брата тебя. Заметила в чертах твоего лица спокойствие и уверенность в себе, которые доказывали, что ты не каббалист. Отец мой предостерег меня, что какой-то смертный окажет на меня губительное влияние, и я испугалась, не ты ли этот смертный. Вскоре меня поглотили другие заботы. Брат рассказал мне о приключении Пачеко и о том, что с ним самим произошло, но прибавил к моему великому удивлению, что не знает, с какого рода духами он имел дело. Мы стали с крайним нетерпением дожидаться ночи. Наконец она настала, и мы произвели самые страшные заклинания. Все напрасно. Нам ничего не удалось узнать ни о природе тех двух существ, ни того, действительно ли мой брат, имея дело с ними, потерял право на бессмертие. Я думала, что ты сможешь дать нам кое-какие объяснения, но ты верный, не зная какому-то честному слову, не стал ничего говорить. Тогда я, чтобы успокоить брата, решила сама провести ночь в Вентакемаде, и вчера двинулась в путь. Была уже поздняя ночь, когда я оказалась у входа в долину. Собрав немного испарений, я сложила из них блуждающий огонек и велела ему вести меня вперед. Это тайна нашего рода. Таким способом Моисей в шестьдесят третьем колене мой брат сотворил огненный столб, проведший израильтян через пустыню. Мой блуждающий огонек отлично засветился и полетел передо мной, но не кратчайшей дорогой. Я заметила его своеволие, но не обратила на него особенного внимания. В полночь я была у цели. Войдя во двор Венты, я увидела свет в средней комнате и услышала гармоническую музыку. Села на каменную скамью и произвела некоторые каббалистические действия, которые, однако, не дали никакого результата. Сказать по правде, музыка до такой степени очаровала и отвлекла меня, что я не могу тебе сказать, произвела ли я тогда эти действия как надо. Наверное, я допустила какую-нибудь важную ошибку. В то время, однако, я была уверена, что все сделала правильно, и решив, что в трактире нет ни духов, ни дьяволов, сделала вывод, что там должны быть люди, после чего стала с наслаждением слушать их пение. Голоса сопровождал струнный инструмент. Пение было такое мелодичное, полное гармонии, что никакая земная музыка с ним не сравнится. Оно будило во мне упоительное ощущение, которое я не могу тебе описать. Долго слушала я, сидя на скамье, но, наконец, надо было войти, так как, в сущности, я только затем и приехала. Я открыла дверь в среднюю комнату и увидела двух высоких и стройных юношей, сидящих за столом, кушающих, пьющих и распивающих от чистого сердца. Одеты они были по-восточному, на головах тюрбаны, грудь и плечи обнажены. У каждого за поясом блестит дорогое оружие. Оба незнакомца, которых я приняла за турок, встали, пододвинули мне кресло, наполнили тарелку и стакан едой и питьем и снова запели под аккомпанемент тюрбы, на которой подыгрывали поочередно. Их непринужденность передалась мне, и я без всяких церемоний приступила к еде, а так как не было воды, то выпила вина. После этого мне захотелось попеть вместе с молодыми турками, которые, казалось бы, счастливы услышать мой голос. Я затянула испанскую сегидилью. Они ответили мне на том же языке. Я спросила, где они выучились по-испански. Мы родом из Мореи, ответил мне один из них. Как моряки. Мы легко овладевали языком того порта, в котором останавливались. Но оставим сегидильи. Послушай теперь наши народные песни. Что тебе еще сказать, Альфонс? Голос их вел мелодию, проносившую душу по всем оттенкам чувств. А когда волнение доходило до крайнего предела, неожиданные тоны вдруг возвращали сумасбродное веселье, однако и не дала этим видимостям сбить меня с толку. Я внимательно следила за мнимыми мореходами и находила в них необычайное сходство с моими божественными близнецами. Вы турки? спросила я. Уроженцы Мореи? Вовсе нет, ответил тот, который до сих пор не произнес ни слова. Мы совсем не турки, а грейки родом из Спарты и вылупились из одного яйца. Из одного яйца? О, божественная Ревекка! прервал другой. Как ты можешь так долго нас не узнавать? Я Палукс, а это мой брат. Страх сдавил мне горло. Я вскочила с кресла и забилась в угол комнаты. Мнимые близнецы приняли зеркальный вид, расправили крылья. Я почувствовала, что они поднимают меня на воздух, но по счастливому вдохновению произнесла священное слово, известное из всех кабалистов лишь нам с братом. И сейчас же оказалась сброшенной на землю. из-за этого падения я лишилась чувств, и только твои старания вернули мне их. Внутренний голос убеждает меня, что я не потеряла ничего из того, что должна была сохранить, но я измучена всеми этими необычайными происшествиями. Божественные близнецы, я недостойна вашей любви. Я родилась для того, чтобы быть обыкновенной смертной. Этими словами Ревекка закончила свой рассказ, и первой моей мыслью было, что она сначала до конца просто смеялась надо мной, злоупотребляя моим легковерием. Я довольно поспешно отошел от нее, и, начав обдумывать слышанное, сказал себе следующее, это женщина либо в сговоре с гамилесами и желает подвергнуть меня испытанию, заставив перейти в мусульманскую веру, либо ради каких-то других целей хочет вырвать у меня тайну моих родственниц. Что же касается последних, то они, если не дьяволы, то, конечно, состоят на службе у гамилесов. Погруженный в эти размышления, я вдруг увидел, что Ревекка рисует в воздухе круги и другие колдовские фигуры. Через минуту она подошла ко мне и промолвила, «Я сообщила брату, где я нахожусь». Не уверена, что вечером он будет здесь, а мы тем временем поспешим цыганам в табор. Она простодушно взяла меня под руку и мы явились к старому вожаку, который принял еврейку знаками глубокого уважения. Весь день Ревекка вела себя совершенно непринужденно, казалось, позабыв о тайных науках. Вечером прибыл ее брат и они вместе удалились, а я пошел спать. Лежа в постели, я некоторое время еще размышлял над рассказом Ревекки, но так как впервые слышал о каббалистах, об адептах и о небесных знаках, то не мог сделать никакого твердого вывода и заснул в этой неопределенности. День пятнадцатый. Я проснулся довольно рано, в ожидании завтрака пошел пройтись. Издали я заметил каббалиста, который о чем-то горячо спорил с сестрой. Я повернул в сторону, не желая им мешать, но вскоре увидел, что каббалист устремился к табору, а Ревекка поспешно идет ко мне. Я сделал несколько шагов навстречу ей, и мы продолжали прогулку вместе, не обмениваясь ни словом. Наконец, прекрасная израильчанка первая нарушила молчание. Синьор Альфонс, я хочу сделать тебе признание, к которому ты не отнесешься безразлично, если моя участь имеет для тебя какое-нибудь значение. Я раз и навсегда оставляю каббалистические науки. минувшей ночью я глубоко обдумал это решение. На что мне это ненужное бессмертие, которым мой отец хотел меня наделить? Разве и без этого все мы не бессмертны? Разве не суждено нам соединиться в жилищах праведников? Я хочу прожить эту короткую жизнь недаром, провести ее с настоящим супругом, а не со звездами. Хочу стать матерью, увидеть детей моих детей, а потом усталая от жизни и сытая ею заснуть в их объятиях и вознести с налона Авраама. Что ты думаешь о моем намерении? Одобряю его от всего сердца ответил я. Но что говорит об этом твой брат? Сперва он пришел в бешенство, сказала она, но потом обещал мне сделать то же самое, если будет вынужден отказаться от дочерей Соломона. Он только ждет, когда солнце вступит в созвездие Девы и после этого примет окончательное решение. А пока он хотел бы дознаться, что это за оборотни издевались над ним в Эн-то-кем-аде, назвавшись Эминой и Зибельдой. Он не хотел сам расспрашивать тебя об них, полагая, что ты знаешь не больше его, но нынче вечером он хочет вызвать вечного жида, того самого, которого ты видел у отшельника. Он надеется от него получить кое-какие сведения. Тут нам сказали, что завтрак готов. Он был подан в большую пещеру, куда убрали также шатры, так как небо начало покрываться тучами. Вскоре разразилась страшная гроза. Видя, что нам суждено просидеть весь день в пещере, я попросил старого цыгана продолжить дальше свою историю. Что тот ты сделал? Продолжение истории вожака цыган. Ты помнишь сеньор Альфонс историю принцессы Монте Солярно, которую рассказал мне Джулио Ромати? Я говорил тебе, какое впечатление эта история произвела на меня. Когда мы легли спать, комната была освещена только слабым светом лампы. Я боялся глядеть в темные углы комнаты, особенно на один ладь, в котором хозяин держал запас ячменя. Мне казалось, что вот сейчас кажутся шесть скелетов. Я завернулся в одеяло, чтобы ничего не видеть и скоро заснул. Рано утром меня разбудили колокольцы мулов. Одним из первых я был на ногах. Позабыв и о Ромати, и о принцессе, я думал только об удовольствиях, связанных с дальнейшим путешествием. В самом оно было очень приятное. Солнце, слегка подернутое облаками, жгло не слишком сильно, и погонщики решили ехать целый день без остановок, сделав привал только у колодца Дос-Леонес, где проселок на Сеговию соединяется с большой дорогой на Мадрид. Здесь, под живописными деревьями, два льва изрыгают воду в мраморный бассейн, что немало содействует прелести этого места. Был уже полдень, когда мы туда приехали, и не успели мы там остановиться, как увидели путешественников, приближающихся по дороге из Сеговии. На первом муле, открывающем шествие, сидела молодая девушка, как будто моего возраста, но на самом деле немного старше. Мула ее вел мальчик, на вид лет семнадцати, миловидной и хорошо одетой, хотя в обычной ливрии конюха. За ними следовала женщина уже в возрасте, которую можно было принять за тетю Долоносу, не столько по чертам лица, сколько по движениям и всему облику, а в особенности по тому же самому выражению доброты, которым дышало ее лицо. Слуги замыкали процессию. Так как мы прибыли первыми, то пригласили путников разделить с нами трапезу, которую нам накрыли под деревьями. Женщины приняли приглашение, но как-то неохотно, особенно молодая девушка. Время от времени она взглядывала на молодого погонщика, усердно ей прислуживавшего, а пожилая дама смотрела на них с жалостью и со слезами на глазах. Я заметил их скорбный вид и был бы рад сказать им что-нибудь утешительное, но не зная как начать, я умолча. Тронулись в путь. Добрая моя тетка подъехала к незнакомой даме, а я приблизился к молодой девушке и видел, как молодой погонщик, будто поправляя седло, касался ее руки или ноги, а раз заметил даже, как он поцеловал ей руку. Через два часа мы достигли Ольмедо, где должны были заночевать. Тетка моя велела поставить стулья перед дверью в трактир и села с попутчицей побеседовать. Через некоторое время она сказала мне, чтобы я пошел и велел принести шоколаду. Я вошел в дом и в поисках наших людей попал в комнату, где увидел молодую девушку в объятиях конюха. Оба заливались горючими слезами. При этом зрелище у меня чуть сердце не разорвалось. Я кинулся на шею молодому погонщику и разрыдался, как безумный. Тут появились обе дамы. Моя тетка в необычайном волнении вытащила меня из комнаты и спросила о причине моих слез. Не зная из-за чего мы плакали, я не знал, что ответить. Узнав, что я плачу без всякой причины, она не могла удержаться от смеха. А в это время другая дама заперлась с молодой девушкой. Мы услышали, как они вместе всхлипывают. Появились они только за ужином. Пир наш был непродолжительный и невеселый. Когда убрали со стола, тетка моя, обращаясь к незнакомой даме, сказала, сеньора, да сохранит меня небо дурно думать о ближних, особенно о тебе, у которой душа видна добрая и подлинно христианская. Но мой племянник видел, как эта молодая девушка обнимала простого погонщика мулов, правда, красивого парня, ничего не скажешь. И меня удивило, что сеньора не находит в этом ничего предосудительного. Конечно, дело не мое, но имя в честь отужинать сеньора и принимая во внимание, что путь до Бургаса еще далекий, и тут тетка моя совсем запуталась и никогда бы не выбралась из затруднения, если бы другая дама прервав ее как раз вовремя не сказала «Нет, нет, сеньора, вы имеете полное право после того, что видели, спрашивать, почему я им потворствую». Мне следовало бы об этом молчать, но я вижу, что неприлично скрывать от сеньоры во всяком случае то, что меня касается. Тут почтенная дама достала платок, отерла глаза и начала так. История Марии де Торрес. Я старшая дочь дона Эммануэля де Норунья ойдора трибунала в Сеговии. В 18 лет я была выдана за дона Энрика де Торрес, полковника испанской армии в отставке. Моя мать умерла за несколько лет перед тем отцам мы потеряли через два месяца после моей свадьбы и тогда взяли к себе в дом мою младшую сестру Эльвиру, которая была в то время только 14 лет, но она уже славилась по всей окрестности своей красотой. Наследство отец мой не оставил почти никакого. Что касается моего мужа, то он был человек со средствами, но, следуя семейной традиции, должен был выплачивать пенсию пяти кавалерам мальтийского ордена и делать взносы за шесть породнившихся с нами монахинь, так что остававшегося дохода еле хватало на поддержание приличного уровня жизни. Однако ежегодное пособие, которое двор выдавал моему мужу во внимание к его давней службе, несколько улучшало наше положение. В то время в Сыговии было много дворянских домов не богаче нашего. Вынужденные жить расчетливо, они соблюдали во всем строгую экономию. Редко кто из нас навещал соседа. Женщины проводили дни у окон, мужчины прогуливались по улицам, было много игры на гитаре, еще больше вздохов, ведь это ничего не стоило. Фабриканты Вегоневого сукна жили роскошно, но так как мы были не в состоянии следовать их примеру, мы мстили им презрением и всяческим высмеиванием. Чем старше становилась моя сестра, тем больше гитар звенела на нашей улице. Некоторые гитаристы вздыхали, другие бренчали, третьи вздыхали и бренчали одновременно. Местные красавицы зеленели от злости, но та, которая была предметом этого преклонения, не обращала на него никакого внимания. Сестра моя почти всегда скрывалась у себя в комнате, а я, чтобы не казаться неучтивой, садилась у окна и говорила каждому несколько любезных слов. Это была неизбежная обязанность, от которой невозможно было уклониться, но как только уходил последний бренчала, я с невыразимым удовольствием закрывала окно. Муж и сестра ждали меня в столовой. Мы садились за скромный ужин, который оживляли тысячу насмешек над поклонниками. Каждому доставалась своя порция, и думаю, если бы они слышали, что про них говорят, на другой день больше ни один не пришел бы. Мы не щедили никого. Разговоры эти доставляли нам такое удовольствие, что мы очень часто расходились по своим комнатам только поздно ночью. Однажды вечером, когда мы говорили на любимую тему, Эльвира с серьезным видом промолвила. Ты не обратила внимания, сестра, что как только все бренчалы уйдут с нашей улицы и в передних комнатах погаснет свет, можно услышать две-три сегидилии, исполненные не обыкновенным любителем, а скорее мастером. Муж мой подтвердил ее наблюдение, сказав, что он тоже это заметил. Я вспомнила, что в самом деле слышала что-то вроде этого, и мы стали подтрунивать над сестрой и ее новым поклонником. Однако нам показалось, что к этим шуткам она относится не так весело, как обычно. на другой день, простившись с бренчалами и закрыв окно, я погасила свет и осталась в комнате. Вскоре я услышала голос, о котором говорила сестра. Певец начал с искусного вступления, потом спел песню о тайных наслаждениях, потом другую о робкой любви. И после этого я не слышала больше ничего. Выходя из комнаты, я увидела сестру, подслушивающую за дверью. Я сделала вид, будто ничего не вижу, но за ужином обратила внимание на то, что она задумчива и рассеяна. Таинственный певец ежедневно повторял свои серенады и так приучил нас к своему пению, что только прослушав его, мы садились ужинать. Это постоянство и таинственность возбудили любопытство Эльвиры и произвели на нее впечатление. В это время мы узнали, что в Сеговию приехало новое лицо, очень всех заинтересовавшее. Это был граф Ровельвес, удаленный от двора и по этой причине ставший очень важной персоной в глазах провинциалов. Ровельвес родился в Веракрусси. Мать его, родом мексиканка, принесла в дом мужа огромное преданное, а так как в то время американцы пользовались благоволением двора, молодой креол переплыл море в надежде получить титул гранда. Ты понимаешь, сеньора, что этот уроженец нового света имел слабое представление об обычаях старого. Зато он ослеплял пышностью и даже сам король забавлялся порой его простодушием. Но его поведение диктовалось кичливым самолюбием и кончилось тем, что все стали над ним смеяться. У молодых людей был тогда рыцарский обычай выбирать себе даму сердца. Они носили ее цвета, а иногда вензель, например, во время турниров, которые назывались Парехас. Ровельяс, отличавшийся невероятным тщеславием, вывесил вензель принцессы Астурии. Королю эта мысль очень понравилась, но принцесса, сочтя себя оскорбленной, послала придворного Альгвасила, который арестовал графа и отвез в тюрьму в Сеговию. Через неделю Ровельяса освободили с обязательством не выезжать из этого города. Причина изгнания, как видишь, была не очень лестной для самолюбия, но граф даже ею ухитрился хвастать. Он с удовольствием распространялся о своей опале и давал понять, что принцесса была к нему неравнодушна. В самом деле Ровельяс страдал всеми видами самомнения. Он был уверен, что умеет все на свете и каждый свой замысел в состоянии осуществить, особенно тщеславился он своими качествами Треадора, танцора и певца. Не было таких невеж, которые оспаривали бы у него наличие последних двух талантов. Только быки не проявляли подобной благовоспитанности, но граф с помощью своих пикадоров почитал себя непобедимым. Я уже говорила, что мы званых вечеров не устраивали и принимали только пришедшего с первым визитом. Муж мой пользовался всеобщим уважением как ради своего происхождения, так и ради воинских заслуг, поэтому Ровельяс решил начать с нашего дома. Я приняла его, сидя на возвышении, а он сел поодаль, согласно обычаям нашего края, требующим соблюдения расстояния между нами и мужчинами, приходящими нас навестить. У Ровельяс язык был хорошо подвешен. Посреди разговора вошла сестра и села рядом со мной. Красота ее привела графа в такое восхищение, что он просто онемел. Пролепетал, запинаясь несколько бессвязных фраз, потом спросил, какой ее любимый цвет. Эльвира ответила, что пока не отдавала предпочтения ни одному, сеньорита, возразил граф. Ты проявляешь ко мне безразличие, и мне не остается ничего другого, как объявить траур, поэтому отныне единственным моим цветом будет черный. Моя сестра, совершенно непривычная к подобным любезностям, не знала, что ответить. Ровельяс встал, откланялся и ушел. В тот же вечер мы узнали, что он всюду, где был с визитом, ни о чем другом не говорил, как только о красоте Эльвиры, а на другой день нам сообщили, что он заказал сорок темных ливрей, шитых золотом и черным шелком. С тех пор мы больше не слышали традиционных серенад. Зная обычаи дворянских домов в Сеговии, не позволяющие часто принимать гостей, Ровельяс со смирением покорился своей участи и проводил вечера под нашими окнами вместе с молодежью благородного происхождения, оказывавшей нам эту честь. Так как он не получил титула гранда, а большая часть наших знакомых среди молодежи принадлежала кастильским титулам, эти господа считали его своей ровней и обращались с ним соответствующим образом. Однако не замедлили сказаться преимущество богатства, когда он играл, все гитары умолкали и граф первенствовал как в беседах, так и в концертах. Но это превосходство не удовлетворяло счиславия Ровельяса. Он горел неодолимым желанием встретиться с быком в нашем присутствии и потанцевать с моей сестрой. Он торжественно объявил нам, что велел доставить сто быков из гвадорамы и выложить паркетом место, находящееся в ста шагах от амфитеатра, где по окончании зрелищ общество сможет провести ночь в танцах. Эти слова произвели большое впечатление в Сеговии. Граф всем вскружил головы и, если не разорил всех, то, во всяком случае, подорвал благосостояние. Как только разнесся слух обои быков, наши молодые люди засуетились как одурелые, обучаясь позициям, применяемым в этих боях, заказывая богатые наряды и красные плащи. Ты сама догадываешься, сеньора, что женщины в это время совсем потеряли голову. Они примеряли все, какие только у них были платья и головные уборы. Больше того, выписывали модисток и портных. Одним словом, богатство уступило место кредиту. Все были так заняты, что наша улица почти обезлюдила. Однако Ревельес в обычное время приходил к нам под окна. Он сказал, что велел вызвать из Мадрида 25 кондитеров и просит нас решить, достаточно ли они искусны в своем мастерстве. В ту же минуту мы увидели слуг в темной ливреи, шитой золотом, которые несли на золоченных погносах прохладительные напитки. На другой день повторилась та же история, и муж мой с полным основанием начал сердиться. Он нашел неприличным, чтобы порог нашего дома был местом публичных сборищ. Как всегда, он нашел нужным посоветоваться со мной, я как всегда была согласна с ним, и мы решили уехать в маленький городок Вильяку, где у нас был дом и земля. Таким путем нам даже легче было соблюсти экономию, пропустив несколько балов и зрелищ, а также избежав некоторых лишних расходов на одежду, а так как дом в Вильяке требовал ремонта, пришлось отложить отъезд на три недели. Как только наше намерение стало известно, Ровельес сейчас же дал выход своему страданию и выразил чувства, которыми пылал к моей сестре. Эльвира в это время, по-моему, совсем забыла о трогательном вечернем пении, но тем не менее принимала объяснение графа с благоприличной холодностью. Надо заметить, что сыну моему в то время было два года, с тех пор он сильно вырос, как вы видели, потому что он и есть молодой погонщик, едущий с нами. Этот мальчик, которого мы назвали Лонсетто, был единственной нашей утехой. Эльвира любила его не меньше, чем я, и могу сказать, что он один веселил нас, когда нам очень уж докучала назойливость сестренных поклонников. Когда стало можно ехать в Вильяку, Лонсетто заболел оспой. Нетрудно понять нашу печаль. Дни и ночи проводили мы у постели больного, и все это время тот же нежный вечерний голос опять распевал грустные песни. Эльвира вспыхивала, едва заслышав вступление, однако продолжала усердно хлопотать возле Лонсетто. Наконец милый ребенок выздоровел, и окна наши снова открылись для вздыхателей, но таинственный певец умолк. Как только мы показались в окне, Ровелис уже стоял перед нами. Он сообщил, что бой быков отложен только ради нас, и просил, чтобы мы сами назначили день. Мы отвечали на эту любезность как надлежала. В конце концов, незабываемый день был назначен на следующее воскресенье, которое наступило, увы, слишком быстро для бедного графа. Не буду вдаваться в описание подробностей и зрелища. Кто видел хоть одно, тот может представить себе любое другое. Однако известно, что благородные бьются не так, как простолюдины. Господа въезжают верхом и наносят быку уколы рихоном, то есть дротиком, после чего должны сами выдержать атаку на лошади, приучены так, что удар разъяренного животного чуть царапает их по спине, а тогда дворянин со шпагой в руке спрыгивает с лошади. Чтобы это удалось, бык должен быть не злой. Между тем, пикадор и графа по забывчивости вместо прирученного быка выпустили дикого быка. Знатоки сразу заметили ошибку, но Ровельяс находился уже внутри ограды и не было возможности ничего изменить. Он сделал вид, что не замечает опасности, повернул лошадь и ударил быка дротом в правую лопатку, вытянув при этом руку и наклонив корпус между рогами животного по всем правилам искусства. Раненый бык притворился, будто бежит к выходу, но вдруг, неожиданно повернувшись, кинулся на графа и поднял его на рога с такой силой, что лошадь упала за пределами арены, а всадник остался внутри изгороди. Тут бык устремился к нему, подцепил его рогом под воротник, закрутил его в воздухе и отбросил на другой конец поля боя, после чего, видя, что жертва ускользнула от его ярости, стал искать ее свирепыми глазами и, увидев, наконец, графа, лежащего почти бездыханным, уставился на него с возрастающим остервенением, роя землю копытами и стягая себя хвостом по бокам. В это мгновение какой-то молодой человек перепрыгнул через загородку на арену, схватил шпагу и красный плащ Руэлиаса и встал перед быком. Обозленное животное произвело несколько обманных поворотов, наконец, взбешенный бык, наклонив рога на земли, прянул на него, наткнулся на подставленную шпагу и упал мертвый к ногам победителя. Незнакомец бросил шпагу и плащ на быка, поглядел на нашу ложу, поклонился нам, перепрыгнул через загородку и скрылся в толпе. Эльвира стиснула мне руку и промолвила, я уверена, что это наш таинственный певец. Когда цыганский вожак окончил это повествование, один из его приближенных пришел давать отчет о сделанном за день, и старый цыган попросил у нас позволения отложить дальнейший рассказ до завтра, после чего ушел, чтобы заняться делами своего маленького государства. Право, сказала Ревекка, недосадно, что прервали повествование старика. Мы оставили графа лежащим на арене, и если никто до завтра его не поднимет, боюсь, как бы не было поздно. Не беспокойся, возразил я, и можешь быть уверена, что богачей так легко не бросают, ведь там его слуги, ты прав, ответила еврейка. «Да меня меня не это тревожит. Мне хочется знать имя его спасителя, действительно ли он и есть тот таинственный певец. Но я считал, что сеньоре известно все на свете», воскликнул я. Альфонс, перебила она, «Не напоминай мне больше о каббалистических науках. Я хочу знать только то, что сама услышу, и желаю владеть только искусством, делать счастливым того, кого полюблю. Как? Значит, ты уже сделала выбор? Ничуть не бывало. Пока я ни о ком не думаю. Не знаю почему, но мне кажется, что человек моей веры вряд ли мне понравится. А так как я никогда не выйду за человека вашей религии, то могу выбирать только среди мусульман». Говорят жители Туниса и Фесса очень красивые и приятные. Только бы встретить человека с чувствительным сердцем, больше мне ничего не надо. «Но откуда такое отвращение к христианам?» спросил я. «Не спрашивай меня об этом. Скажу только, что я не могу переменить веру ни на какую другую, кроме магометанской». Мы спорили некоторое время в таком духе, потом беседа начала замирать, я простился с молодой израильтянкой и провел остаток дня на охоте. Вернулся я только к ужину. Застал всех в очень веселом настроении, каббалист вечном жиде, утверждая, что он уже в пути и вот-вот явится из глуби Африки. Ревека сказала, «Синьор Альфонс, ты увидишь того, кто лично знал предмет твоего поклонения». Эти слова могли втянуть меня в неприятный разговор, так что я заговорил о другом. Мы искренне желали услышать нынче же вечером продолжение рассказа старого цыгана, но тот попросил позволение отложить до завтра. Мы пошли спать, и я заснул мертвым сном. День шестнадцатый. Стрекотание кузнечиков, такое громкое и неустанное в Андалузии, рано пробудило меня ото сна. Красоты природы производили все большее впечатление на мою душу. Я вышел из шатра, чтобы полюбоваться сиянием первых солнечных лучей, разливающихся по всему небосклону, подумал о Ревекке. Она права, сказал я сам себе, что предпочитает наслаждение человеческого и материального существования, бесплодным мечтанием идеального мира, в которое мы и так рано или поздно попадем. Разве на этой земле не находим мы довольно разнообразных чувств и восхитительных впечатлений, чтобы наслаждаться ими во время короткого пребывания здесь? Такого рода размышления занимали меня некоторое время. Потом, видя, что все пошли в пещеру завтракать, я тоже направил свои стопы в ту сторону. Мы поели, как едят люди, дышащие горным воздухом, и, утолив голод, попросили старого цыгана продолжать свое повествование, что тот и сделал. Продолжение истории цыганского вожака. Я вам говорил, что мы прибыли на второй ночлег наш по дороге из Мадрида в Бургас и встретили там девушку, влюбленную в юношу, одетого погонщиком, сына Марии де Торрес. Последняя рассказала нам, что граф Ровельяс лежал почти что мертвый на другом конце арены, а молодой незнакомец на противоположном конце смертельным ударом сразил быка, готовившегося добить свою жертву. Что было дальше, об этом вам расскажет сама Мария де Торрес. Продолжение истории Марии де Торрес. Как только сраженный бык упал, обливаясь кровью, слуги графа кинулись к хозяину на помощь. Раненый не подавал никаких признаков жизни. Его положили на носилки и отнесли домой. Зрелище было прекращено и все разошлись по домам. В тот же вечер мы узнали, что Роверь вне опасности. На другой день муж мой послал узнать о его здоровье. Посланец долго не возвращался, но наконец принес нам письмо следующего содержания. Сеньор полковник, прочитав настоящее письмо, ваша милость убедиться, что вседержителю угодно было оставить мне остатки сил. Однако невыносимые боли в груди заставляют меня сомневаться в полном излечении. Ты, ты, конечно, знаешь, сеньор Дон Энрике, что провидение одарило меня многими благами мира сего. Определенную часть их я предназначаю незнакомцу, поставившему под удар свое собственное существование, чтобы сохранить мое. Из остальной же части этих благ я не могу сделать лучшего употребления, как сложить ее к ногам несравненной Эльвиры де Нарунья. Благоволи сеньор передать ей выражение моих правдивых и искренних чувств, которые она пробудила в том, который, быть может, скоро станет горсткой пепла и праха, но которому небо еще позволяет подписываться, как граф Ровельез, маркиз де Вера Лонсе и Круз Веладе, потомственный командор Талья Верде и Рио, Флор владелец Класкес и Рига Фуэра и Мендес и Лонсес и прочее, прочее, прочее. Тебя удивляет, сеньора, что я запомнила столько титулов, но мы в шутку дразнили ими сестру, так что в конце концов выучили наизусть. Как только муж мой получил это письмо, он сейчас же прочел его нам и спросил мою сестру, что отвечать. Эльвира сказала, что во всем полагается на мнение моего мужа, но прибавила, что добродетели графа поражают ее не так, как самолюбие, которое сквозит во всех его словах и поступках. Мой муж прекрасно понял истинное значение этих слов и ответил графу, что Эльвира еще слишком молода, чтобы оценить его чувства, но присоединяется к молитвам о его выздоровлении. Тем не менее, граф не увидел в таком ответе отказа, а напротив стал всюду говорить о своей женитьбе на Эльвире, как о деле вполне решенном. А мы, между тем, уехали в Вильяку. Дом наш, стоявший на самой окраине городка, будто в деревне, был расположен в очаровательной местности. Внутреннее устройство не уступало видам из окон. Напротив нашего обиталища была деревенская хижина, украшенная с отменным вкусом. Крыльцо все в цветах, окна высокие, светлые, рядом небольшой птичник. Словом, все было аккуратное, новенькое. Нам сказали, что домик этот купил один лабрадор из Мурсии. Хлебопашцы, которых в нашей провинции называют лабрадорами, принадлежат к среднему сословию между мелким дворянством и крестьянами. Был уже поздний вечер, когда мы приехали в Вильяку. Мы начали с осмотра дома, от чердака до подвала, после чего велели поставить кресло снаружи перед дверью и стали пить шоколад. Муж мой шутил с Эльвирой на тему обедности жилища, в котором придется жить будущей графине Рога Эльвес. Сестра принимала его шутки довольно весело. Вскоре мы увидели возвращающийся с поля плуг, запряженный четырьмя могучими валами. Их погонял дежий парень, а позади шел молодой человек под руку с девушкой приблизительно того же возраста. Молодой лабрадор отличался благородной осанкой, и когда он приблизился к нам, мы с Эльвирой узнали в нем спасителя Равельеса. Муж мой не обратил на него внимания, но сестра кинула на меня взгляд, который я прекрасно поняла. Юноша поклонился на мистоли, видимо, не желая заводить знакомство и вошел к себе в дом. Подруга его внимательно к нам присматривалась. Красивая парочка, правда, сказала донь Еммануэла, наша ключница. Как это красивая парочка, воскликнула Эльвира. Разве это муж и жена? Конечно, возразила Мануэла, и, ежели говорить по правде, то союз этот заключен против воли родителей. Брак увозом. Тут все об этом знают. Сразу заметили, что это не крестьяне. Муж мой спросил Эльвиру, почему она так взволнована и прибавил. Можно подумать, что это наш таинственный певец. В эту минуту в доме напротив послышались звуки гитары и голос, подтвердивший подозрения моего мужа. «Странное дело», заметил он, «но так как этот человек женат, очевидно, серенады его предназначались для кого-нибудь из наших соседок». А я возразила Эльвира, была уверена, что они были предназначены мне. Мы посмеялись над ее простодушием и перестали об этом говорить. В течение шести недель, проведенных в Вильяке, окна домика напротив оставались все время закрытыми, и мы больше не видели наших соседей. Кажется даже, что они покинули городок раньше нас. В конце этого срока мы узнали, что Ревельяс чувствует себя лучше, и бой быков должен возобновиться, но без личного участия графа. Мы вернулись в Сеговию, где сразу окунулись в самую гущу празднеств, перов, зрелищ и балов. Ухаживание графа взволновали сердце Эльвиры и свадьбу справили с невиданной пышностью. Через три недели после венчания граф узнал, что его изгнание окончено, и он может явиться ко двору. Он с радостью заговорил о представлении ко двору и моей сестры, но он хотел перед тем, как выезжать из Сеговии, узнать фамилию своего избавителя, и поэтому велел объявить, что кто сообщит ему адрес незнакомого Торерру, тот получит награду сто золотых по восемь пистолей каждый. На другой день пришло такое письмо. «Синьор граф, ты задаешь себе напрасный труд. Оставь попытки узнать человека, спасшего тебе жизнь, и удовольствуйся уверенностью, что ты навеки погубил его». Равельес показал письмо моему мужу и заявил высокомерно, что оно, несомненно, от какого-нибудь соперника, что он не знал о существовании у Эльвиры романов в прошлом, а, зная это, никогда бы на ней не женился. Мой муж попросил графа быть осторожнее в выражениях и с этих пор решительно порвал с ним. Об отъезде ко двору больше не было речи. Равельес стал цумрачный и раздраженный. Все его самолюбие превратилось в ревность, а ревность в затаенное ожесточение. Муж сообщил мне содержание анонимного письма. Мы пришли к выводу, что крестьянин в Вильяке был переодетый поклонник. Мы распорядились собрать более точные сведения, но незнакомец исчез, продав свой домик. Эльвира ждала ребенка, и мы скрыли от нее перемену в чувствах мужа к ней. Она ее хорошо заметила, но не знала, чему это внезапное охлаждение приписать. Граф уведомил ее, что, не желая нарушать ее покой, решил переселиться в другое помещение. Он видел Эльвиру только в обеденные часы. Разговор шел туго и почти всегда с оттенком насмешки. Когда приблизилось время родов, Ровельес выдумал, будто какие-то важные дела требуют его присутствия в Кадисе, а через неделю к нам явился официальный посланец, вручивший Эльвире письмо с просьбой прочесть его при свидетелях. Мы собрались и услышали следующее. Сеньора, я узнал о твоих отношениях с доном Санчо де Пенни Сомбра. Я давно догадывался об измене, но его пребывание в Вильяке окончательно убедило меня в твоей подлости, которую неловко прикрывала сестра Дона Санчо, выдававшая себя за его жену. Богатства мои несомненно давали мне преимущество, но ты не разделишь их со мной, так как мы больше не увидимся. Несмотря на это, я обеспечу тебя, хотя не признаю ребенка, которого ты носишь в своем лоне. Эльвира не дождалась конца письма и при первых же словах упала без чувств. Мой муж в тот же вечер поехал, чтобы отомстить за обиду нанесенную сестре, но Ровельес только что сел на корабль и отплыл в Америку. муж взошел на другой корабль, но страшная буря поглотила их обоих. Эльвира родила девочку, которую ты видишь теперь со мной, и через два дня умерла. «Как я осталась в живых, не понимаю, но думаю, что самая безмерность страдания дала мне силы перенести его». Девочка при крещении получила имя Эльвира. Она напоминала мне мою сестру, а так как кроме меня у нее не было никого на свете, я решила посвятить ей свою жизнь. Принялась хлопотать о закреплении за ней отцовского наследства. Мне сообщили, что надо обратиться в мексиканский суд. Я написала в Америку. Меня известили что все наследство поделено между двадцатью дальними родственниками и что, как всем хорошо известно, Ровельес не признал ребенка моей сестры. Всего моего дохода не хватило бы на оплату двадцати исковых заявлений. Я ограничивалась тем, что получила в Сеговии удостоверение о рождении и звании Эльвиры. Продала наш городской дом и переехала в Вильяку со своим почти трехлетним Лонсетто и Эльвирой, которой было столько же месяцев. Самым большим моим огорчением был вид домика, в котором жил когда-то проклятый незнакомец, пылавший тайной страстью к моей сестре. но в конце концов я привыкла и дети стали единственным моим утешением. Прошел почти год с моего переезда в Вильяку, как вдруг однажды я получила из Америки письмо такого содержания. «Сеньора, это письмо посылает тебе несчастный, почтительная любовь которого оказалась причиной несчастья твоей семьи. Мое уважение к незабвенной Эльвире было, быть может, даже сильнее любви, которую я почувствовал к ней с первого взгляда. Я ведь дерзал давать волю своему голосу и гитаре, только когда улица была уже пуста и не была свидетелей моей смелости. Когда граф Ровельяс объявил себя невольником чар, сковавших и мою свободу, я почел нужным затаить в себе малейшие искры пламени, которое могло стать губительным для твоей сестры. Однако узнав, что вы вознамерились провести некоторое время в Вильяке, я отважился приобрести там маленький домик и, спрятавшись за жалюзи, время от времени смотрел на ту, с которой не смел заговорить, а тем более открыть ей свои чувства. Со мной была сестра, которую мы выдавали за мою жену, чтобы устранить всякую возможность подозрений, что я переодетый поклонник. Опасная болезнь матери потребовала нашего присутствия, а когда я вернулся, Эльвира уже стала графиней Ровельес. Я оплакал потерю счастья, о котором однако никогда не осмеливался мечтать, и уехал, чтобы скрыть свое горе в дебрях другого полушария. Так дошла до меня весть о низостях, которых я был невольной причиной, и о преступлении, в котором обвинили мою любовь, полную почтительности и благоговения. Торжественно заявляю, что граф Ровельес гнусно лгал, утверждая, будто мое преклонение перед несравненной Эльвирой могло быть причиной появления на свет ее ребенка. Торжественно заявляю, что это ложь, и клянусь верой и спасением души своей никогда ни на ком другом не жениться, кроме как на дочери божественной Эльвиры. Это будет хорошим доказательством, что она не моя дочь. В подтверждение этого призываю в свидетели пречистую деву и драгоценную кровь ее сына, который да не оставит меня в мой последний час. Дон Санчо де пенье сомбра. Постскриптум Я дал заверить это письмо Каррехидору Акапулько. Будь добра, сеньора, сделать то же самое в трибунале в Сеговии. Кончив читать это письмо, я вскочила с места, проклиная Дона Санчо и его почтительную любовь. Ах, негодяй, сказала я, чудище, дьявол, Люцифер, лучше бы бык, которого ты убил у нас на глазах, выворотил тебе все внутренности. Твое проклятое преклонение привело к смерти моего мужа и сестры. Ты лишил этого бедного ребенка состояния, обрек меня на слезы и бедность. А теперь приходишь и требуешь себя в жены десятимесячного младенца. Разрази тебе небо, поглоти преисподнее. Изливший все, что у меня было на сердце, я поехала в Сеговию и велела заверить письмо Дона Санчо. Здесь я обнаружила, что денежные дела наши из рукон плохи. Уплату за проданный дом удержали за счет ежегодной пенсии, выплачиваемой нами мальтийским кавалером, а пособия, которые получал муж, мне выдавать прекратили. Я окончательно рассчиталась с пятью кавалерами и шестью монахинями, так что в моем владении остался только дом в Вильяке с угодьями. Тем дороже стал для меня этот приют. Я вернулась туда с большим удовольствием, чем когда-либо. Детей я застала здоровыми и веселыми. Я оставила при себе женщину, ходившую за ними, а сверх того, один слуга да один батрак составили весь мой штат. Так я и жила, не богато и не бедно. Мое происхождение и прежняя должность мужа придавали мне вес в городке, и каждый старался услужить мне, чем только мог. Так прошло шесть лет. Если бы только я никогда в жизни не ведала более несчастных. Как-то раз ко мне пришел алькальт нашего городка. Ему было хорошо известно о том своеобразном предложении, которое сделал нам Дон Санчо. Держа в руке номер мадридской газеты, он сказал, позволь мне поздравить тебя с прекрасной партией, ожидающей твою племянницу. Прочти вот это сообщение. Дон Санчо де Пенье Сомбра, оказавший королю важные услуги, во-первых, приобретением двух богатых залежами серебра провинции на севере Новой Мексики, а во-вторых, умелыми действиями по усмирению восстания в Куско, возведен в Сан Испанского Гранда с титулом графа де Пенье Велес. Одновременно его королевское величество изволили назначить его генерал-губернатором Филиппинских островов. Благодарение небу, ответила я Алькальду. У Эльвиры будет, если не муж, то хоть опекун. Только бы ему благополучно возвратиться с островов, стать вице-королем Мексики и помочь нам вернуть наше имущество. Через четыре года желания мои исполнились. Граф де Пенни Велес получил должность вице-короля и тогда я написала ему письмо ходатайствуя за племянницу. Он ответил, что я к нему жестоко несправедливо, если думаю, будто он может забыть о дочери божественной Эльвиры и что он не только не повинен в подобной забывчивости, но наоборот уже предпринял необходимые шаги в мексиканском трибунале. Процесс продлиться долго, но он не может повлиять в сторону ускорения, так как хочет жениться на моей племяннице и ему нельзя в своих собственных интересах нарушать заведенные в суде порядки. Я увидела, что Дон Санчо не отказался от своего намерения. Вскоре после этого банкир из Кадиса прислал мне тысячу золотых, по восемь пистолей каждый, отказываясь сообщить, от кого эта сумма. Я догадалась, что это любезность вице-короля, но из деликатности не хотела принимать, не даже трогать эти деньги и попросила банкира поместить их в банке Асьенто. Я старалась хранить все эти события в строжайшей тайне. Но так как нет такой вещи, которой люди не обнаружили бы, в Вильяке узнали о видах вице-короля на мою племянницу и с тех пор ее не звали иначе, как маленькая вице-королева. Эльвире было тогда одиннадцать лет. Другой девочке подобные мечты совсем вскружили бы голову, но ее сердце и мысли были чужды всякого легкомыслия. На беду я слишком поздно заметила, что она с детских лет научилась произносить слова любви, а предметом этих преждевременных чувств был ее маленький двоюродный брат Лансетто. Часто думала я о том, что надо бы их разлучить, но не знала, что делать с моим сыном. Я выговаривала племяннице, но добилась только того, что она стала передо мной скрытничать. Ты знаешь, сеньора, что в провинции все развлечения состоят в одном только чтении романов или повестей, да в мелодекламации романцев под аккомпанемент гитаре. У нас в Бельяке было томов двадцать этой изящной литературы, и мы одалживали их друг другу. Я запретила Эльвире брать какую бы то ни было из этих книг в руки, но прежде, чем я подумала о запрете, она уже знала их наизусть. Удивительно, что мой маленький Лансетто имел тоже романтический склад души. Оба прекрасно друг друга понимали и таились от меня, что им было совсем нетрудно, так как в этих делах матери и тетки, как известно, столь же близоруки, как и мужья. Однако я проникла в их тайну и хотела поместить Эльвиру в монастырь, но у меня не хватило на это денег. Так или иначе, я не сделала того, что должна была сделать, и девочка не только не обрадовалась ожидающему ее титулу вице-королевы, но вообразила себя несчастной любовницей, жертвой злой судьбы, обреченной на страдания. Она поделилась этими замечательными мыслями с двоюродным братом и оба решили защищать свои святые права на любовь от жестокого приговора проведения. Это длилось три года и в такой тайне, что я ни о чем не подозревала. Однажды я застала их в нашем птичнике в самых трагических позах. Эльвира лежала на клетке для цыплят, держа в руках платок и заливает слезами. Лонсетто, стоя около нее на коленях, тоже плакал на взрыд. Я спросила, что они тут делают? Они ответили, что разыгрывают сцену из романа Фуэн де Россес и Линда Мора. Тут я все поняла, увидев, что под всей этой комедией бьет пламя настоящей любви. Я сделала вид, будто ничего не замечаю, а сама поспешила к нашему приходскому священнику, чтобы посоветоваться с ним, как быть. Священник на минуту задумавшись, сказал, что напишет одному из своих друзей, духовной особи, который сможет взять Лансету к себе, а пока велел мне заказать молебен при чистой деве и хорошенько запирать дверь в спальню Эльвиры. Я поблагодарила его за совет, стала заказывать молебны при чистой деве и запирать дверь в спальню Эльвиры, но, к несчастью, не подумала об окне. Однажды ночью я услышала шорох в комнате племянницы. Я неожиданно отворила дверь и увидела ее лежащей в постели с Лансету. оба вскочили с постели в одних рубашках и, упав в ноги, сказали, что поженились. «Кто же вас венчал?» воскликнула я. «Какой священник позволил себе такую подлость?» «Прости, сеньора», «Важно», ответил Лансету. «Никакой священник в этом деле не участвовал. Мы обвенчались под большим каштаном. Бог природы принял наши клятвы. Румяная заря нас благословила. Свидетелями нашими были пташки, распевающие от радости при виде нашего счастья. Так восхитительная Линда Мора стала женой храброго Фуэна де Росес». «Да-да, все это напечатано». «О, несчастные дети!» воскликнула я. «Вы не соединены с святым союзом и никогда не будете соединены им. Разве ты не знаешь бездельник, что Эльвира твоя двоюродная сестра!» Я была в таком отчаянии, что даже не имела сил бронить их. Велела Лансетто выйти из комнаты, а сама бросилась на постель Эльвиры и облила ее горькими слезами. Произнеся последние слова, старый цыган, вспомнил, что должен уладить одно важное дело и попросил разрешения покинуть нас. Когда он ушел, Ревекка сказала мне, «Эти дети очень меня интересуют. Любовь показалась мне восхитительной в облике Мулата Танзайи и Зулейки, но, наверное, была еще гораздо прелестней, одушевляя прекрасную Лансетто и очаровательную Эльвиру». Это было изваяние амур и психеи. «Удачное сравнение», ответил я. «Ручаюсь, что ты скоро добьешься таких же успехов в науке, которую воспел о виде, как и в своих занятиях по книгам Еноха и Атласу. Думаю, заметила Ревекка, что наука, о которой ты говоришь, гораздо опаснее тех, которыми я до сих пор занималась, и что в любви, как и в Кабале, есть своя колдовская сила». «Что касается Кабалы, сказал Бен Мамун, то могу вам сообщить, что этой ночью вечный жид перешел через горы Армении и быстро приближается к нам. Вся эта магия до того мне надоела, что я не слушал, когда о ней заходил разговор. Поэтому я отправился на охоту. Вернулся только к ужину. Старый цыган куда-то ушел, и я сел за стол с его дочерьми. Кабалист и его сестра совсем не показывались. Это уединение с двумя молодыми девушками немного смущало меня. Однако мне казалось, что это не они, а мои родственницы оказывали мне честь своими посещениями в шатре. Но кем были эти родственницы дьяволами или обыкновенными женщинами, в этом я никак не мог дать себе отчета. День семнадцатый Заметив, что все собираются в пещере, я тоже пошел туда. Позавтракали наскоро, и Ревекка первая спросила старого цыгана, что было дальше с Марией де Торрес. Пандесовна не заставил себя долго просить и начал так. Продолжение истории Марии де Торрес. Выплакавшись вдоволь в постели Эльвиры, я пошла к себе. Печаль моя была бы, конечно, менее мучительна, если бы я могла с кем-нибудь посоветоваться, но я не хотела никому рассказывать о позоре моих детей, и поэтому одна умирала от скорби, считая себя единственной причиной всего. В течение двух дней я не могла сдержать слез. На третий день я увидела, что к нам приближается множество лошадей и мулов. Мне доложили о Крихидоре Сеговии. Этот чиновник после первого приветствия сообщил мне, что граф Пенье де Велес, испанский грант и вице-король Мексики, за несколько дней перед тем, прибывший в Европу, прислал ему письмо для срочного вручения мне. Но уважение, которое Крихидор имел к этому сановнику, послужило причиной того, что он решил привести мне это письмо лично. Я поблагодарила, как полагается, и вскрыла письмо такого содержания. Сеньора, нынче исполняется ровно тринадцать лет без двух месяцев, как я имел честь засвидетельствовать вам, что у меня никогда не будет другой жены, кроме Эльвиры Ровеллиас, появившейся на свет за восемь месяцев, до написания в Америке того письма. Уважение, которое я испытывал тогда к этой особе, возросло вместе с ее очарованием. У меня было намерение поспешить в Вильяку и кинуться к ее ногам, но высочайшие приказы его королевского величества Дона Карла Второго заставили меня остановиться на расстоянии пятидесяти миль от Мадрида. И теперь мне остается только с нетерпением ждать вашего прибытия по дороге, ведущей из Сеговии в Бискарию. Ваш покорный слуга Дон Санчо граф Депенья Велес. Несмотря на всю свою скорбь, я не могла удержаться от улыбки, читая это почтительное письмо вице-короля. Вместе с письмом Коррихидор вручил мне кошелек, где находилась сумма, накопившаяся за эти годы в банке Асьенто. Потом он откланялся, пошел к Алькальду обедать и вскоре уехал в Сеговию. Что касается меня, я целый час стоял неподвижно, как статуя с письмом в одной руке и кошельком в другой. Я еще не пришла в себя от удивления, когда вошел Алькальд и сообщил мне, что он проводил Коррихидор до границы владения Вильяки и находится в моем распоряжении, чтобы заказать мне мулов, погонщиков, проводников, седла, провизию, одним словом, все, что нужно для дороги. Я предоставила Алькальду заняться этими хлопотами и благодаря его рвению на другой день мы пустились в путь. Переночевали в Вильеверде и вот прибыли сюда. Завтра приедем в Вильяреаль, где застанем вице-короля как всегда полного уважения и почтительности. А что я скажу ему несчастное? Что скажет он сам в виде слезы бедной девушки? Я решила не оставлять моего сына дома и с боязни возбудить подозрения Алькальда и приходского священника и, кроме того, не в силах противостоять горячим просьбам его самого ехать с нами. Переодела его погонщиком и одному только Богу известно, что из всего этого получится. трепещу и в то же время жалею, что все вышло наружу. Во всяком случае, мне необходимо видеть вице-короля. Необходимо узнать, что он решил относительно наследства Эльвиры. Если моя племянница недостойна быть его женой, я хочу, чтобы ей удалось пробудить в нем участие и добиться его покровительства. Но с каким лицом я в моем возрасте осмелюсь оправдываться перед ним в своей оплошности. Право, не будь я христианкой, я предпочла бы смерть той минуте, которая меня ожидает. На этом почтенная Мария де Торрес кончила свое повествование и, одолеваемое страданием, залилась слезами. Тетя моя вынула платок и заплакала. Я тоже заплакал. Эльвира так рыдала, что пришлось ее раздеть и отнести в постель. Кончилось тем, что все мы пошли спать. я сразу заснул. Как только стало светать, я почувствовал, что меня тянут за руку. Я проснулся и хотел было закричать. Тихо. Не подымай шума, поспешно сказал мне кто-то. Я Ланцетто. Ланцетто. Мы с Эльвирой нашли средства, которые хоть на несколько дней избавят нас от неприятностей. Вот платье моей двоюродной сестры. Надень его, а свою одежду отдай ей. Моя мать такая добрая, что простит нам. Что же касается погонщиков и слуг, сопровождающих нас от вильяки, то они не смогут нас выдать, так как они вернулись домой. Вице-король вместо них прислал новых. Служанка Эльвира посвящена в наш замысел, так что переодевайся как можно скорее и лыжись в постель Эльвиры, а она ляжет в твою. Не находя что возразить против затеи Лансета, я стал переодеваться со всей возможной поспешностью. Мне было тогда 12 лет, и я был довольно высок. Для своего возраста и платье 14-летней костильянки оказалось мне как раз в пору. Тем более, что в костиле женщины не такие высокие как андалузки. Надевши платье, я пошел, лег в постель Эльвиры и вскоре услышал, как ее тети сообщили, что дворецкий вице-короля ждет ее в кухне, которая служила общей комнатой. Тотчас позвали Эльвиру. Я встал и пошел вместо нее. Тетка ее, воздев руки к небу, упала в кресло, но дворецкий, совершенно не видя этого, встал на одно колено, уверил меня в глубоком уважении своего господина и вручил мне шкатулку с драгоценностями. Я принял ее с большой благодарностью и велел ему встать. Тогда вошли придворные и свитские вице-короля, стали приветствовать меня, троекратно восклицая «Да здравствует наша вице-королева!» На эти крики вбежала моя тетка вместе с Эльвирой одетой мальчиком. Уже на пороге она сделала Марии де Торрес знаки, говорившей о том, что ничего не поделаешь, надо покориться естественному развитию событий. Дворецкий спросил меня, кто эта дама. Я ответил, что это моя мадридская знакомая, направляющаяся в Бургас, чтобы устроить своего племянника в коллегию театинцев. Тогда Дворецкий попросил ее соблаговолить занять носилки вице-короля. Моя тетка пожелала отдельные носилки для племянника, который, как она сказала, очень слаб и измучен долгой дорогой. Дворецкий сделал соответствующее распоряжение, после чего подал мне руку в белой перчатке и подсадил меня в носилки. Я открыл процессию и вслед за мной весь караван тронулся с места. Так неожиданно я стал будущей вице-королевой. В руках у меня был ларец с бриллиантами, а мои золоченые носилки несли два белых мула, по бокам которых галлопировали двое конюшек. В этом необычном для юноши моего возраста положении я впервые задумался над браком, особого вида союзом, природы которого я еще хорошенько не понимал. Я был однако уверен, что вице-король не женится на мне, и мне не оставалось ничего другого, как продлить это заблуждение и дать моему другу Лансету время придумать средство, которое раз навсегда вывело бы его из затруднения. Я считал, что оказать услугу приятелю при всех условиях благородный поступок. Одним словом, я решил по возможности изображать из себя молодую девушку, и, чтобы втянуться в это, сел поглубже в носилки и стал улыбаться, опуская глаза и строя разные женские ужимки. Вспомнил и о том, что нельзя при ходьбе слишком широко шагать и вообще делать чересчур резкие движения. Пока я обо всем этом размышлял, вдруг густое облако пыли возвестило о приближении вице-короля. Дворецкий пригласил меня выйти из насилок и опереться на его руку. Вице-король спрыгнул с коня, встал на одно колено и промолвил «Благоволи сеньора принять признание в любви, которая возникла одновременно с твоим рождением и кончится с моей смертью». Потом поцеловал мне руку и, не дожидаясь ответа, посадил меня в носилки, а сам опять сел на коня и мы двинулись дальше. Пока он, не обращая на меня особенного внимания, скакал возле моей дверцы, у меня было время как следует его рассмотреть. Это был уже не тот юноша, которого Мария де Торрес находила таким прекрасным, когда он убивал быка или возвращался с плугом в Вильяку. Вице-король еще мог считаться красивым мужчиной, но лицо его, обожженное тропическим солнцем, было скорее черное, чем белое. Нависшие брови придавали ему такое страшное выражение, что даже когда он хотел его смягчить, в чертах помимо воли сохранялось что-то угрожающее. В разговорах с мужчинами его голос гремел. С женщинами становился таким пескливым, что я не мог удержаться от смеха. Когда он обращался к своим приближенным, казалось, что он подает команду целому войску, а со мной говорил так, словно ждал от меня приказа кинуться в битву. Чем дальше я наблюдал вице-короля, тем сильнее становилась моя тревога. Я предвидел, что как только он обнаружит мой пол, так сейчас же прикажет высечь меня без милосердия и боялся этой минуты как огня. Мне не надо было притворяться робким, так как я от страха не смел ни на мгновение поднять глаза. приехали в Вальедолит. Дворецкий подал мне руку и проводил меня в предназначенные мне покои. Обе тетки пошли за мной. Эльвира тоже хотела войти, но ее прогнали как уличного мальчишку. Что же касается Лансетто, то он отправился вместе со слугами на конюшню. Оставшись наедине с тетками, я упал им в ноги, умоляя не выдать меня как-нибудь и объясняя, какие суровые кары может навлечь на меня их болтливость. Мысль о том, что меня могут выпороть, привела мою четку в отчаяние, и она присоединила свои просьбы к моим, но во всех этих настояниях не было никакой нужды. Мария де Торрес, испуганная не меньше меня, только о том и думала, как бы предотвратить последствия содеянного. Позвали к обеду. Вице-король ждал меня у входа в столовую, проводил на место и, сев по правую руку от меня, сказал синьорита, до сих пор инкогнито мое лишь прикрывает мой вице-королевский сан, а не отменяет его. Прости, что я осмеливаюсь сесть справа от тебя, но точно так же поступает и милостивый монарх, которого я имею честь представлять по отношению к светлейшей королеве. Потом дворецкий рассадил всех остальных по их значению, оставив первое место для синьоры де Торрес. Долго все ели в молчании, пока вице-король не прервал его, обратившись к синьоре де Торрес с такими словами. С огорчением вижу, что в письме, которое синьора прислала мне в Америку, она выразила сомнение в моей готовности исполнить обещания, данные тебе около тринадцати лет тому назад. Но в самом деле сиятельный синьор ответила тетка Эльвиры, если бы я надеялась на столь великое исполнение обещаний, то постаралась бы, чтобы моя племянница стала более достойной вашего высочества. Сразу видно, заметил вице-король, что синьора из Европы. В новом свете всем прекрасно известно, что я не люблю шуток. После этого разговор замер. Никто не поднимал голоса. По окончании обеда вице-король проводил меня до моих покоев. Обе тетки пошли узнать, что с Эльвирой, которой накрыли за столом дворецкого, я же остался с ее служанкой, которая с тех пор состояла при мне. Она знала, что я мужчина, но прислуживала мне усердно, хотя тоже безумно боялась короля. Мы вдвоем придавали друг другу бодрости, и у нас бывали веселые минуты. Вскоре тетки вернулись, и так как вице-король уведомил, что целый день не увидит меня, то привели тайком Эльвиру и Лансету. Тут веселье стало общим, мы смеялись от всего сердца, так что даже тетки, радуясь минуте роздыха, вынуждены были разделить нашу радость. Уже поздно вечером мы услышали звон гитары и увидели вице-короля, окутанного плащом и прячущегося за соседним домом. В голосе его, хоть и не юношеском, все же было очарование, а в отношении искусства он сделал большие успехи, говорившие о том, что и в Америке вице-король не забросил занятий музыкой. Маленькая Эльвира, хорошо зная обычаи женской учтивости, сняла одну из моих перчаток и бросила ее на улицу. Вице-король поднял ее, поцеловал и спрятал за пазуху, но не успел я дать вице-королю это доказательство моего расположения, как мне показалось, будто на моем щиту сразу прибавилось сто ударов розгой, как только он узнает, какая я Эльвира. Мысль об этом так меня опечалила, что мне захотелось только одного, скорее спать. Эльвира и Лансетто простились со мной в слезах. «До завтра», сказал я. «Может быть», ответил Лансетто. Я лег в той комнате, где была постель моей новой тетки. Раздеваясь перед отходом к окну, мы старались сделать это как можно скромнее. На другой день тетка моя Долоноса разбудила нас утром сообщением, что Лансетто и Эльвира ночью бежали и неизвестно, что с ними теперь. Новость эта поразила как громом бедную Марию де Торрес. Что касается меня, я подумал, что не могу сделать ничего лучшего, как стать вице-королевой Мексики вместо Эльвиры. Среди этого рассказа Кожаку Табора пришел один из его доверенных дать отчет о событиях дня. Сыган встал и попросил позволения отложить дальнейшее повествование до завтра. Ревекка с раздражением заметила, что всегда кто-нибудь прерывает нас на самом интересном месте. Потом разговор пошел о разных безразличных предметах. Каббалист сообщил, что до него дошли вести о вечном жиде. Тот уже миновал Балканский хребет и скоро будет в Испании. Как провели весь этот день остальные, я не знаю. Перехожу поэтому к следующему, оказавшемуся гораздо более богатым событиями. в Испании. Продолжение следует...